Мало кто там об этом знает, но я фарзами владел лет 10, наверное. Что? Считаешь ли ты себя скуфом? Это сложный вопрос. Как вообще работать скаутинг? Если бы я его не заскаутил, через месяц его кто-то другой бы взял бы. Давай, персимпл. Веришь ли ты в его камбэк? Больше 50% его аудитории просто относятся к нему как к клоуну, чтобы просто поржать. В молодости ты занимался музыкой, вы выступали на MTV. Я тебе даже более скажу, что в 2011 году делал сайт-проект, которым потом стал Faceit. Овердрайв. Главный инсайдер СНГ-сцены. Знает все секреты команд и делится ими в социальных сетях. К примеру, именно он первым рассказал о развале Cloud9. Он любит находить талантливых игроков и помогать им пробиться в киберспорт. Именно он показал миру таких игроков, как Donkey Dexter. А ещё он лично собирал состав Gun5 для организации бустера. В этом интервью мы обсудили путь Алексея в большой киберспорт. Как так вышло, что в прошлом он был музыкантом, который выступал на первом канале, а сегодня он инсайдер и скаут в киберспорте. Лёх, спасибо, что согласился на это интервью. Это первое. А второе, это огромнейший респект за то, что вообще это делаешь. 20 лет в Аркаде. Но на самом деле уже 24. Про то, как я танцую. Я не знаю такие истории. Ты умеешь танцевать? Нет. Но всё равно делаю круто это. Поэтому ты мне заявляешь. А есть видео? Нет. Почему? Потому что это шутка была. Спасибо за то, что ты это делаешь. Я тебе говорю, как ты умеешь танцевать. Ладно, ладно. Я на хахи-ихи про это не буду. Хорошо, я не вогуфил. Ты занимаешься много чем интересным. Тебя многие знают как блогера, как скаута, как бывшего проигрока или текущего. Расскажи, как ты себя сам видишь? Как бы ты себя бы оценил? Ну, в целом мне очень интересно, как вообще всё течёт. Вот такая вот река, которая начиналась как ручеёк. Когда-то там, когда я первый раз ходил в компьютерный клуб, там открыл КС. А сейчас это что-то такое непонятное. Какая-то медийка огромная. Какие-то супер-селебрити. Там и твичовские, и не твичовские. И то есть я среди них. Это очень странно, с одной стороны. И это всё интересно. То есть как проекты продвигаются. Игроки как растут и становятся там суперзвёздами, которых я нахожу. И просто за этим интересно наблюдать. То есть это не то, что я там получаю удовольствие, что я так вот вырос. Мне, честно говоря, в этом плане мне всё равно. Насколько я там медийно большой или маленький. Эти цифры для меня вообще не имеют никакого значения. Мне главное интересно, как всё это происходит. Как это вот перетекает из одного в другое. Как себя назвать? Ну, наверное, самая медийная, по которому меня сначала узнают, там, инсайдер. Потом там прибавляется аналитик, там, и так далее. Скаут. Ну, мне, честно говоря, хочется глубже копнуть самого себя, чем просто киберспорт. Всё-таки нужно и как личность тоже раскрываться со всеми вытекающими из этого последствиями. И не только, чтобы люди меня не знали с точки зрения киберспорта. Это, конечно, очень интересно. И, конечно, у меня очень много, так сказать, эксклюзивной информации. Но хочется ещё больше открываться и новые горизонты поглощать. Поэтому, как меня называть, кто как хочет, так и называет. Кто-то амбассадор скупства тоже такие есть. Есть такие, да. Да, ну, ничего не сделать. В молодости ты занимался музыкой. У вас были классные успехи. Вы выступали на MTV. Вы даже занимали призовые места. Это очень здорово, это очень интересно. И это тебя раскрывает как человека из творческой стороны. Если была бы машина времени, вернулся ли бы ты в то время и изменил бы ли что-то? Ты бы хотел остаться в музыке? Ну, наверное, да. Я бы... Я, поскольку человек творческий, мне очень не хватает именно вот этого ощущения. Всё-таки киберспорт. Ты вот течёшь. И в целом ты вот прямо здесь, прямо сейчас. То есть, если ты там делаешь шаг в сторону, тебя достаточно быстро там забудут. И будут чисто как вот памятник вспоминать. А музыка, если ты сделал какую-то песню, она остаётся в истории. И даже если она не суперпопулярная, она всё равно там затронет 5-10 человек. Они будут вспоминать всю жизнь с хорошими словами. И, не знаю, мне как-то хотелось именно вот в эту сторону двигаться. Себя реализовывать в творчестве. Но как случилось, как сложилось, так сложилось. То есть, возможно, когда-нибудь я к этому вернусь или там параллельно буду делать. Но всё равно это уже будет немножко другое. А так мы... Мы же не знаем, как это произошло бы. То есть, понятное дело, там, на момент, когда там нам было... Мне было 18, когда мы там MTV Music Awards выиграли, когда мы выступали на разогреве Хим, Расмус, Bloodhound Gang. Это всё круто, и казалось, что мы можем прям быть там супер... И рок-группы популярны, но по факту могло же заглохнуть точно так же очень быстро. Там раз-два, и всё, и ты на обочине. У тебя были результаты в музыке, но что-то потом пошло не так. Расскажи, пожалуйста, обстоятельства, почему так резко ты ушёл в КС? Как это возможно? Ну, смотри, КС там был параллельно. То есть, я уже активно играл, как раз 1.6, там, самый рассвет. Там все только вот игроки вот появлялись, которые сейчас крутые, там, тренеры и так далее. И это как-то было параллельно, это мешало и киберспорту, то, что я занимался, и музыке. Даже у меня были такие дни, вот самый, наверное, легендарный был такой турнир Asus Open. Помнишь, наверное? Ну, ладно, не знаю. Это по уровню, наверное, что-то как РМР. То есть раз в три месяца, в последние выходные сезона, там, осень, весна, лето, проходил главный турнир СНГ. Проходили в течение трёх месяцев отборочные по всему СНГ, по разным регионам России. И все лучшие съезжались в Москву, вот на этот Asus Open. И вот это... Ну, раньше турниров было немного, по сути, в ЦГ и вот Asus из таких крупных. Конечно, все жили вот этим турниром. И на одном из Asus, по-моему, 2005 год, в составе был, ну, из тех, кто сейчас играет, кого, знаете, хуч, ну, ещё ребята. И мы были очень сильные тогда, мы выиграли этот Asus. Но фишка была в том, что у меня был в этот же день, когда проходил этот турнир, у меня вечером был концерт. И получается, что я сыграл до финала, а на финал уехал играть концерт. И вместо меня играл вот заранее, вот мы шестого там тоже друга позвали, и он вместо меня играл. Они всё равно выиграли, но вот такая вот интересная ситуация была. И это мешало, конечно же. А какой у него был никнейм? Кукуруза. Он сейчас, кстати, где-то аналитик, по-моему, на какой-то из, по-моему, РКЛ, он аналитиком работает. Интересно. Вот. И момент какой вот такой переломный произошёл. Естественно, когда вот у нас был взлёт в плане музыкальной карьеры, вот все вот эти, вот то, что я говорил, всякие заслуги, и у нас не было продюсера. То есть у нас там кто-то нам помогал, там разные, в тот момент там Дробыш, там Баронесса ещё была, Екатерина фон Гейчман-Вальда, потом. Ну, там все понемногу помогали, и при этом какого-то такого человека, который всё время с нами говорит, вот сейчас мы делаем так, сейчас мы делаем так. И так получилось, что всё мы сами решали. А в 18-19 лет в мозгах не очень много конструктивных мыслей. И поэтому в тот момент, когда нужен был как раз человек с опытом, который тебе говорит, ребята, вот сейчас мы делаем так, так и так, и не надо ваших мыслей, и что вы хотите, это никого не интересует, мы делаем вот так вот. Это у нас не было, и поэтому мы решили, что... Ну, вернее, выбрали вместо того, чтобы ехать там в туры, нам дали бы пару хитов, которые разослали бы на радио, и чуть-чуть бы нас опопсили. И мы вместо этого решили, нет, мы андеграунд, мы металл, будем своим путём. Но, естественно, это так не работает, и очень быстро всё сошло на нет и развалилось. Сколько тебе было лет в этот момент? Именно вот в этот момент, когда можно было стать, типа там, музыкальной звездой, мне было 19. Ты совмещал музыкальную группу с КСом? Да. И в этот момент учился, работал? У меня была учёба. Ну, я в институте учился. Ну, там уже был третий-четвёртый курс. Ну, там второй, третий, четвёртый. Уже я так. Я, конечно, учился, то есть ненормально, но всё равно это не мешало мне везде пытаться успевать. А у вас получалось зарабатывать на этой музыкальной группе? Нет. То есть ты, можно сказать, ну, просто студенческая жизнь, живёшь на стипендиях, что-то такое? Ну, не из стипендий, конечно, то есть я из обеспеченной семьи. Вот. И, собственно, и мне там отец как раз помогал с группой. Вот. Но мы как раз закончили с музыкой на моменте, когда вот нас кто-то услышал, какие-то пошли заслуги. На этот момент, в этот момент как раз мы приняли вот эти неверные решения, которые, ну, обрубили все дальнейшие возможности. Раньше единственный заработок у любой группы – это тур. Мы до тура не дошли. А если суммировать, какое у вас количество было слушателей? Ну, узнаваемость у нас какая-то была, потому что у нас была песня «Звезды в Африке» или как-то там «Последний герой», там какая-то передача была. У нас была вот как в заставке наша типа там гимн песни «Красная земля». Самая популярная, наверное. У нас был кавер на «Come together, Beatles». У нас была песня, с которой мы выиграли конкурс. Пять звезд был на первом канале, типа «Новая волна», «Ангел» тоже типа хитовая. Но мы недостаточно их там раскрутили и так далее, чтобы они стали прям действительно большая узнаваемость. Опять же говорю, это был самый зародный. То, что я сейчас говорю, что, возможно, мы бы там звездами и так далее, это теория. То есть по факту могло тоже ничего не получиться, мы этого уже не узнаем. Но были предпосылки, что мы были бы там средней хорошей группой. А если сейчас переслушать то, что ты делал в 19 лет, ты как себя оцениваешь? Это было прям на уровне или, ну, подростки? Делали, что могли. Очень много интересных идей. С точки зрения композиций, все там не при шее, кобыле, хвост. Там местами прям, ну, видно, что вот там надо связать два куска, и вот они прям вот мы как-то там скрепили. Но в целом очень много классных и свежих идей, которых, ну, даже, наверное, в России не было. Потому что была более такая тяжелая история, там, более андеграундная. Но именно вот в такой момент. Ну, видимо, из-за того, что у нас музыканты в группе совпали прям с разным мышлением, с разными любимыми артистами. И поэтому такой вот получился такая месиво из разных стилей. И просто много хороших идей. Целиком прям какая-то песня крутая. Наверное, не было. А вот идей много было крутых. А поддержал выход этого ролика сайт Лискинс. Это сайт по продаже и покупке скинов из КС, Раста и Доты. И скажу вам честно, у меня за 7 лет выведено 12 тысяч долларов с этого сайта. То есть, тут частенько я закупаюсь. Здесь у нас вкладка с продажи скинов. Я могу выбрать любой скин, который у меня есть. И я могу просто его продать за один клик. На карту СБП, баланс Лискинс, либо на крипту. Это все делается мгновенно. Либо купить скины. Что на самом деле здесь очень выгодно. К примеру, у меня сейчас на балансе 297 рублей. Давайте пропишем эту сумму. И посмотрим, что можно вывести. Накликать 7 ликвид голографическое. Я сразу здесь вижу новую функцию, которая называется купить оптом. То есть, если вы хотите купить сразу много кейсов, либо ключей, вы можете это сделать на Лискинс. Прописывайте минимальную стоимость предмета, количество. И, понятное дело, сразу покупаете. Это очень классно, это удобно. Такого раньше не было. Окей, нажимаем купить сейчас и оплатить с баланса. А сейчас мы ждем этот скин у себя в интере. Собрать все скины. Принять обмен. Это, смотрите, это просто супер быстро. Это же было реально секунды две. Мою ссылку на Лискинс вы сможете найти в описании этого ролика. Ты сейчас рассказал про своего отца и как он тебе помогал при музыкальной группе. Расскажи, чем именно он помог и чем он занимался в тот момент. То есть, что тоже связано было и с музыкой? Не-не-не. Есть такой журнал «Семь дней». Ну, в то время это был вообще топовый журнал. Там была вот... Это такой журнал, где в середине программа передачи. То есть, практически все, кто ехал на работу, всегда покупал его, чтобы на метро полистать. И вот это он его сделал от нуля до конца. И это, ну, очень сильно... Он там был таким очень серьезным предпринимательным и был вот президентом издательства «Семь дней». Туда потом еще там журналов добавилось. И у него был директором издательства. Прям какие-то там миллиардеры. То есть, чтобы сразу понимать, просто хороший достаток был. Ну, он тебе помогал в музыкальной группе? Ну, конечно. То есть, он увидел мое рвение там к музыке. И, конечно, он помогал. То есть, в целом, он... Ну, мне очень повезло, что буквально любую херню, какой бы я ни занимался, он мне давал возможность себя в этой херне пощупать, почувствовать. Он никогда не отрицал киберспорт. Он, наоборот, даже в какой-то момент вот команда «Форс», и мало кто там об этом знает, но я «Форсами» владел лет 10, наверное. Что? Так, все, у нас есть первый пост в новостях. Отлично. Да, я «Форсами» владел до, наверное, года 15-го. С 2005-го по 2015-м я даже, ну, юридически было зарегистрировано. Это просто вау. Да, «Форсы» были, это моя команда, и он тоже с этим помогал. То есть, он полностью меня поддерживает в любых начинаниях, и это, ну, я ему очень за это благодарен, что я... Просто у меня не хватало в том возрасте мозгов и какого-то все равно руководства, более опытного человека, чтобы все доводить до какой-то финишной прямой, до результата. Но то, что я везде щупал, то есть все понимал, как это работает, там, в музыке, то есть чего-то попробовал, и даже там, ну, на больших стадионных выступлениях, вот как раз, например, на разогреве «Хима» и «Расмус», это были закрыты... Малая арена «Лужников», это прям, ну, нереально круто, когда там 15 тысяч человек, ты выходишь играть, там все орут. Ты выступал на 15 тысяч зрителей? Да. А есть записи? Ну, это вряд ли найдете, но где-то есть. Но это разогрев «Хима» и «Расмус», то есть «Хим» тогда была суперпопулярная группа. Но это получилось через связи, ну, из-за отца. На разогреве? Да. Это не из-за ваших успехов. Ну, как сказать, если бы мы были бездарями, такими, в которых еле-еле там играют, нас бы все равно не взяли. Поскольку у нас именно был все музыканты, ну, кроме меня, все остальные профессиональные музыканты. То есть уровень музыцирования был высокий. И поэтому как-то все сложилось, что, ну, вот мы были с точки зрения продюсеров перспективным составом. Я, если что, не просто так много времени трачу на музыкальную историю, потому что для Лехи музыка — это еще то, что он к чему хочет вернуться. И оно заняло у тебя большое количество периодов в своей жизни, в твоей карьере. Да. И, кстати, вот я забегаю вперед, вот группа музыкальная, команда, очень много пересечений, они по-разному живут, но именно вот психология, именно вот какие-то такие, ну, вот как вот выстраиваются взаимоотношения внутри коллектива, очень похоже. Там прям можно Ctrl-C, Ctrl-V из музыки в киберспорт и обратно. У вас не хватало продюсера. Кем ты назвал в киберспорте этого продюсера? Какая роль? Тренер, что ли? Сео, тренер, все руководящие должности, они направляют. Это то же самое, что вот сейчас вот взять суперперспективных игроков просто без тренера и без Сео. Ну, просто вот пять там друзей. Даже если это вот, например, взять вот Spirit команду, да, с Донком. Без тренера, без Сео. Вот они сами по себе. Даже если они получают новый денег, у них там партнерки, спонсоры, это все равно совершенно другой расклад, который может развалиться вот так вот. Давай вернемся к музыкальной группе и закончим уже на ней. Как мы понимаем, музыкальной группы сейчас нет. Расскажи, кто был инициатором распада, кто решил переосновить, либо, может быть, ты просто сам решил выйти. Это как, знаешь, на определенном этапе эволюции развития твоей жизни, это просто потихонечку сходит на нет. То есть, ну, группа там была долго достаточно, мы там вокалисты сменили, мы второй альбом записали, но нам возраст растет, всем уже перевалило за 20, и ладно, мне повезло, у меня есть там обеспеченные родители, и в целом, там, я живу дома, там, еда есть, там, все нормально. А ребята все, они профессиональные музыканты, им надо тоже зарабатывать. И там один там пошел куда-то работать, второй куда-то, и все потихонечку просто. Мы до сих пор дружим, поддерживаем хорошие отношения, там, часто, ну, там, минимум раз в год увидимся, переписываемся, ну, потихонечку сошло на нет. Ну, никаких не было конфликтов, просто решили? Так, по течению, просто все? Ну, это само собой как бы вытекло. То есть, например, я не, на самом деле, поскольку они действительно хорошие музыканты, например, там, гитарист, он в ночных снайперах работает уже довольно давно. Басист у глюкозы. Барабанщик в серебре работал. Слушай, ну, это здорово. Вот. А другой барабанщик отыскал. Еще где-то там другой барабанщик у Пенкина работал. То есть, все у этих вокалистов, актеров, ну, он актер не супер, там, известный, но все как бы работают, все все хорошо. У нас большое обновление на Саби-шоке. Если вы любите Бэхоп, КЗ или Сюрф, то, внимание, заходим в лидерборд, и, внимание, Бэхоп, здесь показана ваша статистика, сколько вы прошли карт, ваши очки, сколько вы пройдено бонусов. Выбираете вкладку карты, и здесь указаны все карты, какое количество прохождений, рекорд, ваше время, тыкайте по этой карте, смотрите лучшее время у других игроков и сравните со своим. Недавние рекорды, то же самое по Сюрфу, по КЗ, такого раньше никогда не было. Поэтому это шикарная возможность посмотреть, насколько вы хороши на каждой из карт. Напоминаю, что Саби-шок это полностью бесплатно продукты, и мы зарабатываем на подписках. К примеру, если вы покупаете подписку премиум, вы получаете резервную слотность сервера, если он заполнен полностью. Уникальные ивенты, если какой-то проходит большой турнир, вы получаете возможность ставить пикем абсолютно бесплатно, то есть это все входит в подписку. Скинченджер, это когда вы можете использовать любые скины абсолютно бесплатно. Ну, только, понятное дело, на наших серверах, из-за этого вы не получите банк. А что самое главное, это миссии. Выполняете миссии, ежедневные, еженедельные, и за прохождение получаете токены, которые можно потратить на кейсы. Здесь могут упасть ножи, какие-то девайсы. Вот, к примеру, лента призов наверху, все видно. А если кто не знает, Себешок, это мой проект, и, блин, кстати, а представьте, кто-то не знает, что это мой проект. Сижу, весим, просто весим в рендировании. Поэтому я отвечаю за этот проект головой. В какой момент ты познакомился с КС? Как это было? Кто тебя познакомил? Ой, это вообще... Я ходил в компьютерный клуб, когда еще не было КС. Это вообще, это мезозой. То есть это... 24 года в Аркадии все-таки. Ну, это 24 в КСе. До этого вне КС еще было пару лет. Это конец 90-х. Появился Quake 3, который сделал, ну, прям супер бум. Прям открылись компьютерные клубы, наверное, у каждой станции метро по 2-3 компьютерного клуба. Ты практически можешь, ну, в Москве так было, зайти в любую подворотню, там был компьютерный клуб. Ну, сейчас повторяется история. Ну, раньше это она была хардкорней раз в сто. А как иначе? Там же еще... Там же не было еще все пиратские... винда пиратская. Сейчас у всех так же. И... Не, ну, понятно, что их придумали, но там именно просто там закупалась там на дискетах одна винда, она ставилась на все компы, и все играли по сети между собой, и компы там средние. Ну, и, короче, это прям был супер бум, чтобы ты понимал, вот выходные, каждые выходные проходило, ну, минимум там 2-3 турнира по всей Москве. И каждый турнир собирал по 128 команд. И ты приезжаешь в 8 утра на регистрацию и играешь первую игру, ну, в лучшем случае в 6 вечера. Там сингл Best of 1, естественно, там никто не думал. Вот. И обычно ты вот приехал в 8 утра, где-нибудь в февраль, минус 30, в клуб тебя, естественно, не пускают, ты стоишь на улице или в каком-нибудь ближайшем подъезде с 8 утра, в 6 ты зашел, и тебя какие-нибудь там фавориты вынесли там, я даже не помню, там очень много разных систем было, там до 10 играли, потом Time Limit играли, потом вот... Макс Раунс, вот как вот сейчас, он, кстати, был 12 первым. 12, да, как сейчас. Да, он, ну, только там в году, наверное, в 2002 появился, до этого там какие-то странные были системы. Самое странное, это Time Limit 20. То есть у атаки 20 минут, и за сколько она раундов возьмет за 20 минут, потом меняетесь, и другой команде тоже надо за 20 минут взять больше раундов, чем... и там эко выглядело так, поскольку тебе нельзя тратить время, там кидалась хэшка на респе под ноги террором, и они бежали и прыгали где-то там на Ацтеке, например, да, разбивали, чтобы заново следующий раунд начался. То есть вот там, если сейчас вот рассказывать, какие там правила были, там вообще... это же предка какая-то. Это 1,5? Это еще 1,3, по-моему. Это еще до. Слушай, ну ты прям лдич настоящий. Да. А кто был с тобой в этот момент? Кто до сих пор остался в КСе? Ну, не, ну там Хуч, Грув, такие вот ребята. Зонер? Нет, Зонер, это все потом. В основном это сейчас много кто из... там, СЕО, например, Мегион из Фарзов. Там, кто вот... раньше был там Quantum Belter Fire команда, там Ягуар тоже, из олдов тоже, с кем я в клубе компьютеры начинал. Вот. И вот мы играли там в Quake 3. Я же еще был... Unreal Tournament появилась, классная игра. Я даже ездил на чемпионат Европы в Прагу по Unreal Tournament. Вау. В топ-8 попал. Ну, там был три немца страшных. Там был такой Гитц. Он выиграл все турниры по Unreal Tournament. Его было невозможно обыграть. Ну и потом в компьютерные клубы мы там играли в Unreal Tournament, в Quake 3 и появился КС. И раз там на двух компах. На трех, на четырех. И потом я тоже смотрю, все играют, весь клуб. Так вот, зайду-ка я тоже. И вот. И все. И обратного дороги уже нету. Получается, музыкальная группа. Все окей. Ты перестал уже ловить кайф от нее. Больше начал уделять времени КСу. Нет, кайф я не перестал эти группы. Просто поскольку мы сами, у нас не было никакого руководителя, мы не знали, что делать, чтобы стать популярной группой и с этого зарабатывать. Мы не знали. Мы сидели, писали в стол, в том плане, просто много-много чего писали, и у нас это как бы было. Мы не знали, как это продвигать. Мы не знали, что делать дальше. То есть это сейчас, то есть с интернет-возможностями тебе не нужен никто. Ты, если что-то хорошее записал, ты сделал клип, ты выпустил в интернет и сразу видишь, идет это или не идет. Там единственный вариант как-то раскрутиться, это попасть на радио. На радио там очень жесткий отбор и даже по знакомству нельзя было попасть. Вот. И просто, когда ты не знаешь, что дальше делать, и вот просто одно и то же у тебя там день сурка в течение двух лет, когда ты просто каждый там два раза, три раза в неделю репетируешь, это то же самое, что играть в праки два года без турниров. Понятное дело, что рано или поздно эти ребята разойдутся. Тут то же самое произошло. Но то, что я там не хотел, нет. Я же вот тебе как раз говорю, что когда эта группа распалась, через какое-то время я вот с другом, мы просто стали писать музыку, где вот и на стихи написали, и я все равно продолжил этим заниматься. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, твое включение в активный КС. Когда был твой первый турнир по КС? И в какой момент ты понял то, умеешь в него играть? Первый, я уже не помню. У меня есть первый кубок, когда был первый турнир по КС за третье место в апреле 2001. У меня вот дома есть кубок, до сих пор стоит. Вот. Это первый кубок. До этого я, конечно, еще играл там какое-то время. А именно, когда я стал это серьезно воспринимать, это как тоже само собой шло, потому что все играли, вся Москва играла в КС. Там все время были баталии, что вот ребята там из, там, с Юго-Западной поехали в Митино играть с местной командой на деньги. Потом команда из Митино поехала, там, в Химке играть с местной командой на деньги. Стехина и Са-Лига. то есть такая, да, очень. Был даже сайт московский, что-то там, МКС-Лиг, когда все московские команды, там была таблица, как на ХЛТВ. Вот там была проблема, что там сами команды результаты вносили. То есть вы с кем-то сыграли. Я не мог на него. Да, вы с кем-то сыграли, и команда писала, что мы там им проиграли, они сказали, мы у них выиграли. И там автоматом считались очки. А почему такое нет сейчас? Это же классная история. Абсолютно. Вот, естественно, я там все делал. Я создавал фейк-команду, и делал вид, что моя майн-команда это фейк-команды выигрывала. И там подтверждал, что про... Хим, ты мошенник. Ну, ну, как? Ты выкручивался. Ну, все как могли, крутились. Ну, что мне там 15 лет. Так все так делали? Ну, другой вопрос. Ты когда создаешь команду, у нее маленький рейтинг, и ты за нее немного получаешь. Да. Поэтому это особо не роляло. Интересно, почему эта история заглохла? Это же шикарно. Это так сильно развивает киберспорт. Ты в каждом городе знаешь лучшую команду, ты знаешь лучшую команду в стране, и потом можно бороться с другими странами и континентами. Это же лиги просто футбольные. Нет, это очень круто все было сделано, но это все было на чистом энтузиазме. Это... Киберспорт тогда еще его даже назвать нельзя было, киберспортом. Слушай, я прямо загорелся сейчас. Тогда люди не готовы были... Просто на бумаге это идеально как будто. Я тебе даже более скажу, что в 2011 году я создал, делал сайт-проект, которым потом стал Faceit. Ты владел Faceit'ом? Форзами? Нет, я не Faceit'ом... Нет, 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 нет. Не то, что я сделал Faceit. Faceit'а другие люди сделали. Сама идея вот эта, где ты платишь подписку, и у тебя там турниры на деньги, лига на деньги, вот мы сделали такой проект, назывался Place to Play. Но тогда тоже как бы это было сложно юридической точки зрения, потому что там надо было... Ну вот для получения денег, чтобы каждый игрок отправлялся в свои данные... Платежную систему. Да, было тяжело. Но сама идея вот, она была еще в 2011 году. Вот мы придумали, и Faceit только появился там через два года. Интересно. Ну, у тебя были шансы повторить Faceit. Мне, кстати, вот отец очень часто говорит, что если бы я не был бы распределяем, и вот тот проект, как раз тоже он как раз финансировал, но это тогда... Не то, что он финансировал, это был дочерний проект у издательства, который серьезно воспринимался как с него получение доход. И мы даже там зарабатывали, мы там делали для Mail.ru Crossfire, вот помнишь такую группу Crossfire? Мы Crossfire League делали, спецпроекты, то есть мы уже зарабатывали. На этом сайте? Да, на этом сайте. То есть мы там по League of Legends что-то делали, то есть такая... Бирспортивный портал был. Впервые слышу. Это очень здорово. Получается, у тебя был опыт создания своего Faceit, своего сайта, и у тебя он открылся и даже зарабатывал. Да, он не получился как Faceit, он перешел немножко в медийную историю, мы там делали обзоры турниров и делали всякие вот эти лиги, там Crossfire и так далее. И даже зарабатывали деньги, и это был серьезный проект. Но у меня там возраст такой был, там 20 с копейками, и это самый такой, где-то, ну, понятное дело, что потусить, там, поугарать. И, конечно, я вообще был не нацелен на работу, и, конечно, это в какой-то момент Mail как раз практически всю команду выкупил себе вот этого проекта. Серьезно? Да, и он закрылся. Как, ну, обычное дело в Mail.Ru. Слушай, подожди, а... Вот мне отец часто говорит, что вот если бы я не был распиздяем, у меня был бы сейчас крутой проект, который приносил большие бабки. Я правильно понимаю, в этот момент вы конкурировали с OverPro? Или его еще не было? В общем, они не конкурировали. Это вообще разные вещи. Потом появился OverPro. Там конкуренции раньше не было. Ну как, там все, каждый в своей... А сейчас тоже ее ведет? Да. Сейчас тоже самое. Что и делает. На рынке фейсит первое место. Нет, тогда у нас как-то, поскольку были сайты CyberFight, ProPlay, еще, кстати, Слэм как раз работал на этом сайте, Place2Play. В 17 лет ему как раз был комментатором, комментил КС. То есть ты раскрыл еще и комментатор? Нет, он уже тогда был, он на ProPlay работал, и было понятно, что он молодой, перспективный. И вот, ну, собственно, вот как он тогда комментировал, он сейчас также комментирует, он полностью сохранил свою харизму. Получается, у вас был хороший сайт, потом приходит Mail.ru, все выкупает или просто забирает? Нет, у нас был хороший сайт, хорошие перспективы, но мы просто, ну, так сказать, не отдавались работе на 100%, и немножко, конечно, так сказать, бакланили местами, и просто не дорулили. Ну, а что стало с проектом? Вы продали или их просто забрали? Нет, просто его скрутили, он как бы, в нем не было там, ну, я не знаю, как там точно сказать, то есть, там у издательства есть еще, по-моему, издательство принадлежало Газпром Медиа тогда уже, и в Газпром Медиа, по-моему, посчитали, что это не суперинтересный проект, а мы действительно там в тот момент прям буквально в нуле были, и, ну, и поскольку не было перспектив, потому что мы не полностью себя отдавали этому проекту, его просто закрыли. И мы сразу же купили этих игроков, ну, кто работал над этим проектом, над лигами. А сколько вложений требовало от сайта? И я правильно понимаю, это все спонсировал твой отец? Нет, это не он, а спонсировал, это был уже серьезный проект внутри издательства, который, его бизнес-план был защищен, ну, как бы, одобрен там руководителем, кто главной компанией был, ну, по-моему, Газпром Медиа. Я точно не знаю, чтобы... Не, при запуске, там же Мауру не было, при запуске я имею в виду. Ну, при запуске, да, у нас была идея, что мы хотим сделать, у нас был бизнес-план, мы дали, показали этот инвестор, нам одобрили этот проект. То есть это не то, что нам дали деньги, и мы типа делаем там, мне там папа дал. То есть папа помогал мне с командой, когда я занимался, он мне помогал с музыкой, а это была уже серьезная работа. Сейчас он, смотря на то, чем ты занимаешься, как он тебя оценивает? Он доволен? Ну, он сейчас рад, что я вот... Ну, я уже давно как бы не пользуюсь его помощью, то есть вообще как бы... Он, наоборот, рад, что я в целом полностью самостоятельная единица, и он всегда говорил, что он верит, что в киберспорт... Ну, мне даже там лет 15 назад он говорил, что за этим будущее, за киберспортом будущее. Он молодец. Он молодец, реально. Не, он на самом деле вообще в плане какого-то предвидения вообще гений. Он в 2005 году... Купил биткоин? Не, он... Не, в это он не лезет. В 2005 году где-то он ходил и всем говорил, что... Ну, вот вообще всякие журналы, они года до 2010-го они приносили нереальные деньги. Это была прям... Ну, все читали журналы. Но как только появились смартфоны, и интернет стал развиваться, соответственно, ну, как сейчас... Кто сейчас купит журнал? Это бред. Вот сейчас они ничего не зарабатывают. Вот. А тогда он уже в 2000-е... Начало 2000-е говорил, что надо уходить в интернет, все будут... Все журналы будут в телефоне. Все журналы будут в телефоне. Ему говорили, ты что, какие телефоны? И так это произошло. Он в итоге не смог перевести свой бизнес в телефон? Не, ну, был параллельно там сайт семь дней и все. Ну, там... А кем он хотел тебя видеть? Он не хотел, чтобы я был кем-то, кем он хотел меня видеть. То есть он хотел, чтобы я сам нашел, что я делаю. Потому что он прекрасно понимает, что если человеку не интересно, он никогда не будет в этом успешным. Даже если там какой-то супер олигарх посадит какого-то человека на какую-то должность, то он, может быть, там будет зарабатывать, но он не будет делать работу качественно, потому что ему это просто неинтересно. Так, давай узнаем, как проходит твой день. Мой день? Да, просто ты стримишь каждый день. По-разному может начинаться. У меня может быть ночной режим, когда я засыпаю в 6 утра, стою там в 2-3, а есть режим, прям, когда в 12 засыпаю, стою там в 8-9. То есть это зависит. Ну, у меня, наверное, раз в 2 месяца вот этот режим меняется туда-сюда. И в целом в течение дня, если у нас какие-то есть дела, то мы куда-то едем, что-то делаем. Если у нас, так сказать, день рабочий, то я там за компом. А что такое рабочий день? Ну, то есть у меня там дела за компьютером, и у жены тоже свои дела, свои работы. Многие не знают, что ты в отношениях, у тебя есть жена. Да. Расскажи, пожалуйста, когда вы познакомились, сколько ты уже лет в браке? Мы познакомились 11 лет. Как? Уже? 12. 12. И уже 7 или 8 лет женатым. Как ты познакомились? В коме? Да, познакомились. Ну, то, что я рассказываю, у меня у отца издательство, и она была помощником как раз отца. Вот. И я пришел, а я, поскольку вообще не умею знакомиться, ну, как все компьютерщики, то есть это очень вся кринжоба, я сделал вид, что мне очень нужно срочно за компом что-то сделать. Инсайтов выбрали. Именно вот где она сидела. И туда зашел и посмотрел быстренько, как ее зовут в ВКонтакте. Вот. И все, и вот так вот потихоньку. Он вам сразу понравился? Честно, нет. Нет. Очень напугал меня. Все говорили, что он такой мальчик с характером, и лучше к нему не надо. Когда вы поняли, что это все-таки то, что нужно? Еще ничего нет, ничего не поняли. Еще не поняли. Леха, когда дети? Это сложный вопрос. Это тоже, знаешь, у каждого... Это тоже не говорится через год, да, через два. То есть понятно, что сейчас у меня и возраст уже, то есть, если вот даже вот в 38 появятся дети, то есть мне будет уже под 60, когда будет какое-то уже полноценное общение с детьми. У меня даже у брата среднего, уже дочке, скоро 11 лет будет. Вот. И, конечно, это каждый выбирает свой темп жизни, не то, что он как он хочет. И, по сути, вот я стал действительно матерым и взрослым, да, который готов к чему-то серьезному. Может быть, вот за последнее время, там, последние 2-3 года, когда вот началась, ну, весь, вся эта жопа началась, там, пандемия и так далее. вот, и тогда только ты по-другому начинаешь жизнь ассоциировать. А до этого, что там, фасик туда-сюда, там, как бы, это доставочка, там это, хихихаха, поржать. То есть, вообще, в голове пустота, как будто 16 лет. И поэтому конкретного ответа нету, но, естественно, это, это очень важно. Я надеюсь, что до 40 точно нужно, чтобы были дети. Мальчик или девочек? Ну, желательно сразу 2 девочки. Сразу 2. Слушай, ты прям с козлями зашел. Как так вышло, что одной из твоих основных деятельностей стал скаутинг? Кто был первый и в каком момент ты понял то, что, ну, в целом, это интересно, можно заскалзить какого-то парнишу, а потом еще заработать на это. Ну, это, знаешь, ну, давай, знаешь, я не особо хочу застрять внимание на твоей команде. У тебя был какой-то опыт в КСе, ты играл с ребятами. Ну, понятно, это уже все такое. это уже везде ты рассказывал. У него была команда, он играл, но особых результатов не было. Ну, проигрок в 1.6 у тебя был, потом в КСГО я забил, потом вот эти фановые миксы там с ностальжи, там, когда мы там Прагу выиграли, туда-сюда, это просто был фан. И вообще, я там параллельно как раз вот я работал, то, что там в одной работе, я работал там, кучу раз был проект-менеджером в разных там компаниях, там, сайты делал и так далее, ну, как бы обычная работа. Ну, я понимаю, что я вот когда вот смотрю, кто как играет, я вижу, что вот этот хорошо играет, а этот плохо. И как-то там у меня там по приколу как раз первый, наверное, опыт именно со скаутингом был, когда в 17-м году как раз вот МГИОН там со своими учредителями, он говорит, я хочу форз забрать, так что у меня закончилось в 15-м году это, и я не планировал форзы как бы дальше продолжать. Мне было в целом пофигу. Вот я ему говорю, да, конечно, типа, забер, ну, делай, что хочешь. Просто бесплатно. У меня ни, юридических прав у меня не было никаких, чтобы что-то просить. В каком году у тебя был форз и в каком году ты потерял доступ? Ну, с 2005 по 2015 у меня была официальная бумага, что юридический форз моя команда. И чем ты занимался в ней? Ну, форз была команда, там, Дося играл в форзах. Вот, и, ну, это, не, сами форз функционировали, наверное, года 2-3. Но именно права у меня были 10 лет. Вот, и в целом, когда Метамегион захотел бы создать форз, а он был, вот до того, как я стал форзом, он тоже был одним из тех, кто придумал этот состав еще в 2002 году. И я, ну, конечно, сказал, да, конечно, бери, чем. Я, типа, мне, ну, и он меня тоже вначале позвал, чтобы я вместе с ними работал, и как раз там, вот мы сначала, просто я как игрок был даже, и потом он предложил академию. И я на тот момент как раз позвал в академику, там, Крат, Одисбеланс, Бумач, ну, все, кто потом, Интерс, по-моему, и артист. Артист, он, по-моему, сейчас в Спирит работает. Артист, да, в Спирит, да. Хост, по-моему, да? Да, да, да. Вот. Тоже такая вот команда, которая летает, все крутые игроки. И после этого вот следующий проект я помог собрать Quantum Belter Fire, там, по заменам подсказал. Два мажора. Там, чтобы Бумача не пикнули, там, тренера, там, то есть тоже помог. И тоже мне это понравилось. Ты это делал просто так? Да. Ну, там какие-то были бонусы, но... Шестизначные. Какие, блин? Там... Пятизм. Если тысяч тридцать рублей было, то это уже праздник. Потом была команда Винсайд. Там Норберт появился. Там... Ну, из самых медийных Норберт. И вот тогда вот был первый мой, так сказать, как скаут действия. Это когда я уговорил Блейда, чтобы он потестил Норберта. А Блейд тогда Flipside Tactics был. И Блейд взял Норберта, и Норберт в первой игре за Flipside закрыл в Соловьеву Сквадрон на ИСИ где-то. Вот. Первый был момент такой вот скаутерский. И потом где-то что-то там я кого-то советовал и начал как раз паблик свой ВК. Вот первое, что тоже я его создал, потому что я понял, ну, я же могу со всеми игроками общаться. Я могу там какие-то статейки аналитические, там, предикты. ну, не предикты, там, интервью игроков перед матчами. И, ну, паблик еле-еле рос. Там, знаешь, там, 500 человек, там я написал какие-то интервью, там, команд перед РМРом, там, 515. И потом какая-то там инфа проходит, что там в Гамбит минус Димасик. Ну, вот, это я просто помню, как сейчас. И раз плюс тысячи человек. Я понимаю, что, ну, инсайды это самое хайповое. И поэтому, ну, стал прямо заследить, кто чего как. И за счет инсайдов, ну, стал, более-менее у меня так паблик был, там, интересен. И много писал. И в какой-то момент в 19-м году я через Цертуса, это вот тренер Спирит, там, чтобы меня там, ну, он мне помог, чтобы я собирал какую-то академку. Вот. И он меня там связал с нужными людьми. И вот мне направили вот к руководителю проекта из ПАДА, и чтобы я собрал с нуля состав, где я за все отвечаю. У меня полный карт-бланш, кого я зову и что я хочу. Какой был бюджет? Ну, бюджета практически не было. Ну, то есть, в том плане, что, ну, он был какой-то бюджет, но мне не говорили, что нет, нельзя. Да. Вот. И получилось как раз вот с командой из ПАДА, там сразу же Декстер появился как старплеер, при том, что самое забавное, у меня был спор между Декстер и Дефо. Дефо – это молодой игрок, он в результате стал чемпионом мира по Валоранту. То есть, тоже как, ну, я понимал, что он круто играет, и вот Декстер, там, Финниган оттуда как раз, и потихонечку это переросло в то, что в Испаде пришел Дима Бандура, Сотв, Патси, тоже игрок, которого я заскоутил, и получилась первая крутая команда из ПАДА, которая вышла даже, ну, если бы не было пандемии, они вышли на мажор. Да. Как раз обогнали Гамбит Янгстерс по очкам, вот тогда, когда считались армир очки, и вышли вот получки-стикеры. Вот. Ну и все, и вот началась вот эта эпопея моей работы в Спирит, где у меня, ну, ответственно за Спирит Академию за поиск новых игроков. То есть, в киберспорте, по сути, ты начал работать в 2005 году, когда у тебя появился Форс. Только я не понимаю, а природа Форса, кто его создал? Создали просто чисто в 2002-м. Это люди, связаны с Газпромом? Нет. Это вообще не Газпром. С Лукойлом, точнее. Связаны с Лукойлом? Просто люди, которые играли, ходили по клубам в КС. Там был Мегион, там, по-моему, был Марчелло, это такой, он раньше был киберспортивным журналистом. Там еще какие-то ребята, там Антикиллер, наверное. Ну, это и всем сейчас далеко за 35-40. Это просто, просто создали эту команду. И я ее просто узаконил, что она моя. в какой-то момент, потому что ей никто не пользовался. Я спросил, естественно, ну, чтобы было понятие, но все нормально, кто их создавал, могу ли я это взять так, мне сказали, да, можешь брать. А еще команда Этериал была, тоже такой сайт-проект, откуда вышли Кенси, Норви, кто сейчас играет в Авроре. В Авроре. Никаких не было. То есть, это реально просто как хобби, ну, хочешь подписаться под Форс, подписывайся. Ты ничего не имел, и твоя была задача основная. Тогда не так выглядело, как сейчас. Это просто дали группу ВКонтакте маленькую, условно, поуправляем. У нас были подписаны контракты с игроками, получали зарплату, ездили там по району турниров. Кто это спонсирует? Это мне отец помогал, когда был Форс. А, то есть, по сути, Форс создал твой отец? Ну, он мне просто дал деньги, чтобы я этим управлял. Это небольшие были суммы, то есть, это были какие-то минимальные зарплаты, там, Дося был, Фокс, его брат. И вот мы там, ну, это тоже два года этого происходило. Там мы не много, не супер много потратили, просто вот так вот попробовали, ну, не получилось. И тогда киберспорта не было. Да. То есть, зарплата тысячи долларов, это ты вообще, там, ты суперзвезда, огромная зарплата. Тогда невозможно было заработать на киберспорте. Да. Максимум, что ты мог получить, это какое-нибудь, там, спонсорство от какой-нибудь Nvidia в виде, там, 500 долларов в месяц на команду. Это максималка, что можно было получить. Ну, плюс-минус, там, Na'Vi, когда вот появились, тоже, они там были зарплаты по тысяче долларов. Тоже все-таки, вау, там, Na'Vi, косарь зарплаты. Это вообще другие времена были. Поэтому, ну, в целом, именно про тот период с точки зрения бизнеса вообще некорректно, некорректно говорить, потому что там его, невозможно, чтобы он был. Ну, опередили время, опередили время, но, ну, просто не то, да. Может быть, если бы вот мы, там, и другие вот такие организации не стартовали, ничего бы и не было. Конечно, да. Это, ты реально в Аркаде 24 года. Ты был на истоках. А, Мегион, кем он был в 2005-м, в этой организации, когда он пришел? Никто он где-то работал. Он пришел, он был, ну, типа он был игроком, там, 2001-м, 2002-м, 2003-м. В какой-то момент просто, там, ряд людей, кто вот играл в начале 2000-х, они просто стали работать. И там, кто где. Супер. Прям, прям хорошо. Ты понимаешь, что это уже два поста? Ты был владелецом Force, а потом следующий пост твой отец создал Force. Не, ну смотри, это не корректно. Он же не создал Force. Ну ты прям текстом это сказал? Не, я сказал, что Force создали изначально, там, ряд игроков, там, Мегион, один из них. 2002-м, 2001-м. А, сначала была команда Формоза, помнишь такую компанию, Это была компания компьютерных этих... Девайсов? Нет, компьютеров, по-моему, Формоза. И они там дали какую-то партнерку какой-то московской команде за то, что они там... Ну я не знаю, что. И они подписывались 4Z, типа, For, Моза. И вот из этого как-то это переросло, типа, сила Форза, Force. Да. Вот это появилось, и все. И когда... И в 2005-м я решил, типа, просто забрать этот тег и сделать свою команду. Мне на это там отец сдал денег. Все, я понял. Ты возродил Force. Да, я возродил Force. Все, я его ничего не создавал и... Все, супер, так идеально. Получается, твоя первая скаутинговая история началась с Испады. Как бы официально, что я прям проект мой, да. Почему ты не рассматривал роль тренера? Я пробовал быть... Аналитика, менеджера. Почему именно скаутинг? Я пробовал, я был изначально тренером Испады, я был тренером в Material, я был тренером в Insight. Публичным? Ну да, то есть я прям посидел в коучах и так далее. Ну я просто понял, что это вообще не мое. У меня не хватает усидчивости больше двух праков усидеть в фокус. После второго прака я в Альтабе. У меня, ну, мне лень просто. Я не не могу быть. Мне нравится помогать разборы карты. Мне нравится индивидуально с игроком пару часиков в день позаниматься. Но когда идет... Ну тренер это самая сложная работа в киберспорте. Вот это... Многие об этом не задумываются, но это самое сложное. Ты должен быть фулл фокус во время праков. То есть одно дело, ты играешь, тебе вроде как и интересно и нравится, а другое дело, ты вот смотришь со стороны и ты должен смотреть за всеми. Ты должен после праков заниматься дополнительно с теми, там, кто где-то там... Ну, кому надо подрасти в каких-то моментах. Ты должен, там, например, день, когда официалки, ты должен до официалки объяснить, подготовиться с аналитиком, объяснить, что нужно в этой игре. После официалки ты, когда все идут отдыхать, ты смотришь, что там не получилось, что нужно пофиксить. То есть это очень сложная работа, и, ну, я вообще-то это даже близко не выхиливаю с точки зрения даже, там, не моего понимания Counter-Strike, я понимаю в целом нормально. Если я столько, грубо говоря, заскаутил игроков крутых, да, и понимал, что вот он лучше вот этого, значит, я что-то понимаю в КСе. И в целом по разбору я тоже там... Почему команды ошибаются, почему, знаете, играют лучше, это я тоже понимаю все. Но именно вот как тренер я вообще даже вот близко не стою, я где-то там объяснить не смогу, где-то я просто поленюсь, ну, поэтому... В общем, ну, это просто не твое... Ну, это не мое, во-первых, и это очень неэффективно, чтобы я был тренером. Как вообще работает скаутинг? Расскажи природу появления нового Донга. Как это происходит? Просто заходишь на Faceit, видишь, какой ты классный игрок, ты ему пишешь, привет, как дела, давай потестимся? Или как это работает? Может, тебе пишут, ты уже начинаешь тестить. Можешь назвать природу появления Донга? Ну, смотри, скаутинг, это не то, что я вот каждый день там стою и выхожу в офис и так далее. Это ты можешь полгода даже об этом не думать, и это само придет. А можешь полгода все время мониторить Faceit, и этого не придет. То есть это... Нету какого-то там скрипта, по которому ты находишь игрока. Ты можешь увидеть какую-то игру на ХЛТВ, каких-то квал, там какой-то игрок играет, раз, а в этом открыл фасик, раз, ты его позвал на тест, поиграл с ним. Ты можешь просто дать клич там ВК, как я несколько раз делал, что идет набор в академку и смотришь, кто тебе это. Ты можешь поиграть в какую-то цис-лигу, где посмотреть, кто там хорошо играет, тоже взять кого-то. Ты можешь просто поспрашивать у людей, кто все время играет в Асик, на высоких Элла, кого там... Никто... Никого не появилось крутого. И все. То есть нету там книги, по которому ты вот А, Б, Ц сделал и у тебя Донг. Вот из Донг в целом все... Тут еще такая штука в скаутинге, сейчас особенно важная. Сейчас очень много академик. И мало того, что ты... Должен найти этого. Ты должен его уговорить подписаться именно с теми. Но это вы придумали первое в киперспорте, в СНГ. А вы начали подписывать детей. Я не осуждаю, это очень классно. Нет, ну это вы первое. Параллельно там и Нави джуниор делали. Нет, ну... Нет, Нави джуниор тоже делали. Ну окей, но вы это сильно усилили. У вас сейчас, если подобрать какого-то мальчика, шанс того, что он уже в спирит подписан и просто за контракт... Нет, ну только сильные. То есть у нас как бы кто не подписан. То есть... Ну вот так вот это в спирит получилось. То, что... Ну поначалу было тяжело. То есть всякие, например, там вот Мэджикс в Испаду, да, я его уговаривал подписаться именно с... А с чего он ждал? Почему он отказывался? Потому что у него параллельные были предложения. Там же все там типа думали про академки, там ничего-чего-то. Потом Артфрост, я объяснял, почему он должен именно там в спирит по академию пойти. Почему? Потому что были тоже предложения. Нет, нет, в плане... Вот я на месте Артфроста. Почему он должен был пойти в спирит? Ну, понимаешь, когда тебе там ну там 16-19 лет у тебя есть предложение от каких-то команд и от академки, ты психологически не хочешь в академку идти. Ты понимаешь, ты под спирит, там еще вот такая там история, что академки не могут играть эти армеры. Да. Но в целом, если так подумать, что академки... Никогда не пройдет на армеры. Никогда не пройдет на армеры, поэтому зачем думать об армеры. И игроки некоторые, они не хотят, потому что они понимают, что это академия. Хотя вот сейчас даже вот Альфа, он поиграл в Спраут, ну да, Тир-3, там крепкая организация, и пошел в академку, потому что он понимает, что Сотфи крутой тренер, и он должен ну как бы здание свои привести к тому, чтобы пойти в какую-то классную команду. И сейчас мы пришли к тому, что у Спирит Академии проверенный стопудовый момент, стопудовая организация, где очень классный тренер, и то, что у Спирит Академии у тебя вот... Ну, игроки из Спирит Академии, они как на расхват. Конечно. Это, знаешь, как закончить хороший... Да, да, да. Ты закончил Гарвард. Вот мы же взяли Натинеки в Спирит Академии, и цитирую его слова. Овертреф, мудак. Ну, где он не прав? Он сказал, если ты попадаешь в Спирит Академию, то ты выигрываешь как минимум два года своей жизни. Потому что столько опыта от сотфика, столько базы, теории, практики, что ты... Тебе лучше поиграть в Академии, чем в основе какой-либо... Конечно. Академка. Опять же, от тренеров зависит, сотфон... Я не могу выделить другие команды молодежки, но вот Спирит Академия это реально то, что нужно. Маус NXT это эталон. Это крутые академки, которые привели вот Маус NXT. Мы видим Маус основной состав, Спирит Академия тоже видим. Не, я пошутил про Маус NXT, такого не было. Он не говорил такое. Он говорил про два года. Я хотел разбавить. Ты воспринял, как будто он так мог сказать. Он мог так сказать, потому что я его всегда... Ну, я его не особо рейтил. Когда я смотрел матч Спирит Академии, я всегда говорил, что на Тинеке это... Что с ним не так? Не, можно, знаешь, к этому выйти, знаешь, что не все звезды Спирит Академии. И вот, например, к тебе пришел не прям сказать, что это суперзвездный игрок. И вот как я их разделяю, грубо говоря. Ну, смотри, из Академии как собирается Академия. Очень важные слоты. Капитан. Это очень важно. Это сейчас прям... Ну, вот вон, альфа прям разрывают сейчас по разным организациям. И капитаны, и молодые игроки почему-то не хотят остановиться. Где-то, потому что они понимают, что надо париться, надо что-то работать, там, что-то общаться. Но капитанов очень мало. Но чтобы быть капитаном, это нужно быть лидером. А сейчас такое поколение, что лидерам их очень мало, они все понимают. поколение, поколение, которые просто хочется зайти на фасик и молча побегать 30 каток подряд. Это, конечно, плохо, но капитаны тяжело не появляются. У вас не было истории такой, запустить школу капитанов, найти лидеров и просто... Не нужно 30 капитанов, нужно просто раз в год, чтобы появлялся один хороший капитан с хорошими перспективами. Ну и вот, как строится академия. У тебя есть капитан, ты находишь снайпера и у тебя должен один x-плеер быть, ну типа старплеер, который потенциальный донг, да? И вот у тебя три игрока и ты можешь еще двух брать даже не суперсильных, просто в контексте которых вот эта троиса могла расти. А эти просто как игроки-функция. То есть они в целом, ты на них не рассчитываешь, что они вырастут в каких-то там что-то серьезное. Но в любом случае, даже вот при всем при этом, эти игроки получают опыт от тренера, они видят, как играют их тиммейты, тоже растут и тоже у них появляются варианты, как продолжить карьеру. За счет своего трудолюбия они становятся тоже неплохими игроками. Вот у тебя, например, на Тинеке. Но почему он тебя мог назвать мудаком? Я очень сомневаюсь, что он меня может назвать мудаком, но он меня побаивался в том плане, что когда я смотрел игры Spirit Academy, я его очень много критиковал. И всегда говорил, что вот там Магнолия, потому что он играл в составе Магнолий, вот Магнолия, вот Альфа там, а вот там, ну а остальные, ну типа того. Поэтому он как бы, ну, копил этого. Не то, что копил, он просто побаивался моего мнения. Ну, прям, как бы, что у меня мудаком, назвать, я очень сильно сомневаюсь. И более того, самое главное, что он проделывал, несмотря на то, что он не старплеер, он это сам понимает, он проделывал свою работу хорошо, он там с годами справлялся со своими отрицательными сторонами, сейчас он стал, ну, полноценным, неплохим игроком, там, тир 3 уровня, и поэтому, собственно, ты его и взял. Давай вернемся к природе Донга. Мне очень интересно, как он появился, почему и как ты его заскаутил. Знаешь, Донг и Монуси не совсем корректны, потому что Донг и Монуси, если бы я его не заскаутил, через месяц его кто-то другой бы взял бы. Да, это очевидно такие вещи, но мне самая интересная природа, как он попал в спирт? Просто, тогда были кучи цислиг, это самая простая такая, ну, структура, где скаутить игроков, он попал в цислиге, начался сезон, я открываю, смотрю какой-то Донг, 5-0 идет, вот первый день сегодня сезона, 5-0, 100% винрейт, и я кого-то там спрашиваю, мне говорят, это типа вообще гений, ему 14 лет, вот, и я Инст, его зовут там, с ним связываюсь. У него было 5-0, и ты уже его зовешь на тест? Да, ну, 14 лет, 5-0, и еще хороший отзыв от игрока, который все время играет в цислигу, и, ну, это сразу триггер, надо звать на тест, вот, и мы там сыграли какую-то квалу, ну, и сразу было понятно, что, ну, для 14 лет это очень крутой, вариант, и, естественно, его, ну, там, несложно было, ну, как, может быть, несложно было, это уже надо у менеджера спрашивать, подписать его, но я сразу передал контакт, и, там, менеджмент, там, все это организовал, потому что, естественно, нельзя подписывать с игроком, надо через родителей, только до 18 лет, вот, поэтому, это технически было просто. Тоже это ситуация, это не то, что я там, у меня были какие-то там планы, там, я что-то смотрел, это вот просто. Это здорово. Ну, это донг, наверное, тот случай, когда можно не смотреть. Ну, да. Но ты играл с ним и квалы, прямо с ним в команде. Да, это моя фишка, как я ты... Это очень здорово, на самом деле. Я беру четверых к себе, вот Киасуке я, кстати, также тестил, беру четверых людей, и мы идем играть в квалу, и, там, я над ними издеваюсь, как только могу. Я, там, покрикиваю на них, немножко токсичу. И смотришь, как они реагируют. Смотрю, да, стрессоустойчивость, как они реагируют. Я, там, смотрю, как они реагируют на мои колы. Я просто за ними смотрю. Смотрю, как они со мной взаимодействуют. Если я, там, давай вот это сделаем, он мне, там, что-то отвечает. Я, там, ну, плюс, как бы, я не, там, супер игрок. Естественно, там, у меня небольшой, там, я фрагов набиваю, соответственно, они, как бы, играют под нагрузкой. То есть, они должны еще за меня добивать фрагов. И суммарно сразу понятно, что тот игрок, который, ну, вообще не теряется, ему пофигу, что он со мной играет. Это супер. Это правда классно. И потом я уже закидываю этих игроков к сотвику, и окончательное решение он принимает, оставляют теперь в Академии или нет. Но иногда его приходится уговаривать, что посмотри еще один раз на этого игрока, и тогда он еще раз берет, его смотрит, и уже тогда говорит, ну, типа, да, ты прав, надо посмотреть. Либо наоборот, нет, я в него не верю. Ты помог спиритом найти донка? Ну, помог. Давай не будем говорить, что... механически, да. Скажи честно, что ты получил за эту сделку? У тебя фикса в спирит была, или ты получил какой-то процент от чего-то, от призовых, может быть, за донка? Как это работает в структуре спирит у тебя? Ну, бесплатно ты это не будешь делать, не нужно ничего. Нет, я просто помог пацану идти к успеху. Ты святой. Ты святой. Нет. Ну, то есть бесплатно ты ему помогаешь? То есть ты бесплатно помог бизнесу, зарабатываешь? Я получаю там какой-то фикс, потому что я вот... А, вот фикс, все. Скал. Ну, конечно, у меня какие-то бонусы есть, потому что, естественно, когда организация, ну, там, команда с приходом игроков, которые я поставил, растет и уже там тир один безоговорочный, и когда большинство там игроков, которые я заскаутил, конечно, там у меня есть какие-то бонусы, там, там, трансферные, ну, как бы там ничего космического, я скажу, нету, и в целом тут процесс сам интересен, чем... Ты можешь вспомнить, например, резальта, которого ты не принял все-таки на рассмотрение, игроков, которые были упущены, то есть ты оценил их как не особо интересно, но сейчас они занимают тир один, тир два слоты. Ну, кого я прям, жалеешь, не успел, но я на один день не успел, чтобы подписать фейма. Один день? Да, он подписал, и вот я через день... Он подписался с форзами, правильно? Нет, по-моему, он тогда подписался с СГПро. О, фейма. Легендарно. Вот, кого я еще не успел, да в целом больше никого сейчас не припомню. Я правильно понимаю, фейме такая же история, как Донг, он просто на фесте, там, топ-1, топ-2 был? Ну, он не, он не прям, что прям жестко выделялся, он просто хорошо играл, было понятно, что у него большое будущее. Резальт, фейм, какие еще были игроки, которые... Резальт, я не сожалею, что я его не подписал. Хорошо, фейм... Ну, как бы фейм, чемпион мажора. Да. Резальт, не чемпион мажора. За ним была гонка. За ним была гонка, среди всего, киберспорт СНГ. Гонка за много кем, как бы, я не считаю, что это оправданная гонка. То есть, некоторые организации такие составы собирают и гоняются за какими-то игроками, а я вообще не понимаю, как этот игрок может вообще хоть что-то стоить. Ну, сейчас только рынок. Ну да, поэтому мне как бы то, что там за кем-то гонками, это вообще, ну, я не соглашаюсь с этим. Фейм? Можешь вспомнить кого-то еще? Моноси, наверное. А кто его заскаутил? Руфайр? Ну, типа, Руфайр, но до того, как его взял Руфайр, я, по-моему, это было в Испаде, я предлагал его подписать в Испаде, но тогда просто, ну, поскольку это первые были порывы, там не было интереса к 14-летнему игроку. 14-летнему? Да, ну, это было 14. В то время еще не было, да, такого культа 14-летних? Нет. Ну, как бы, например, Моноси вы поняли, что надо подписывать Донгой как можно скорее? Ну, это не было никакой мысли, что надо пока можно скорее. Просто уже это было более развито, и уже, ну, не было каких-то там суперопасений. Фейм, Моноси, классные игроки, тир-1, давай еще третьего. Ну, сейчас какие-то появляются иногда, вот, игроки, там, например, Изи, который сейчас играет в Испаде, он попал изначально в Аврору Янгблот. Вот. Ну, он достаточно перспективный. И самая его фишка, из-за чего я вообще его о нем не успел что-то узнать, у него очень жесткий скачок Каэла. То есть, он очень быстро развивался, то есть, у него буквально, он там, в начале года, у него там, три Каэла, а там, в апреле у него четыре пятьсот. То есть, это такой скачок, что, ну, даже молва до тебя не дойдет. Да. Ну и там, видимо, там, на рандоме, он как-то, его кто-то там посоветовал, его собрали. Ну, это было упущение, но в итоге ты его набрал. Это не то, что упущение. Ты его в итоге набрал, добрался до него. Да, ну, когда через, как бы, кое-какие дела, но, да. Я тебе так скажу, по сути, всю инфу, которую я говорю, ее знают, там, много людей. То есть, если бы игроки захотели бы стать инсайдерами, да, все бы были инсайдерами, ну, им просто это не нужно, и все. Поэтому, это не то, что мою инфу знает, там, пять человек, и все, я вот такой вот уникальный. Это просто, когда ты там общаешься, когда ты находишься в тусовке, и ты здесь инфа есть. Как бы, моя задача, там, узнать, не повредит ли эта информация, там, кому-то, ну, кто со мной взаимодействует. Понятное дело, что есть там организации, которые меня не любят, и они никогда не будут со мной договариваться, ну, поэтому, как бы, я считаю, что ничего, ну, я имею полное право, если я что-то о них узнаю, об этом писать. В какой момент ты узнал про электронику? Электроника? Я, кстати, даже не помню. Но ты знал заранее? Не, я знал, что что-то будет, я знал, что там, как бы, дела плохи, я знал, что будет замена, и там, прям, что я знал, что все очень плохо. Ну, прям, конкретно, что вот электроника, Virtus.pro, я об этом даже не интересовался. Если бы я, ну, как бы, связался, по эту тему, там, промуссировал, то, конечно, бы узнал. А ты можешь выделить свой лучший инсайт? Может быть, он был слишком заранее, сказали тебе этот инсайт, только тебе сказали, что ты опубликовал, вот прям то, чем ты гордишься, ты был лучшим, первым, и так далее. Что ты можешь выделить? Наверное, самый забавный инсайт, это когда я сказал, что Simple Falcons, Simple записал голосовое, типа, он посмеялся над этим инсайдом, и там через несколько месяцев пошел Falcons. Это самое забавное. А так? То есть, обсуждение Simple Falcons два года шло, ой, два месяца шло. Я не знаю, я просто знал, что там идут разговоры, и Falcons заинтересуются. А ты вкинул это просто по приколу? Или были инсайды? Это я не помню, где это? В телеге, по-моему, я это написал. Ну, ты просто вкинул, или что-то было? Было, конечно, Falcons заинтересовались. То есть, тогда это было неактуально. Тогда смешно, да? Не, ну, я не знаю, надо все посмотреть. Я же не запоминаю. А ты можешь как-то суммировать скрипт, почему игроки не могут себя раскрыть? Может быть, чрезмерное волнение на официалках? Может быть... Раскрыть, когда их скаутят? И вообще в целом? Не, не, почему чаще всего у игроков молодых все идет не по плану, и все идет на спад? Какой есть скрипт особенный? Нет, понимаешь, если был скрипт, все бы были проигроками. Чаще всего, из-за какой череды характера игрок не может себя раскрыть с лучшей стороны? Ну, это... И он падает. Это череда вообще правильных таких в голове таких настроек, что ты киберспортсмен. Ты открыт к познанию нового, ты открыт и хочешь это поглощать. У тебя врожденная микромеханика высокая, ты хорошо стреляешь, двигаешься, это тебе... Это твое. Ну и, конечно, у тебя правильный характер. Тебя нельзя сломить одной фразой, каким-то вздохом, потому что очень многие игроки, которые не убивают, и кто-то из тиммейтов вздохнет, такой, ой, вот так вот что-то сделает. Они все, они больше не могут играть. А именно стрессоустойчивые, такие вот, напористые. И вот когда вот эти факторы сложатся, то это будет крутой игрок. Даже если он не Донг, то есть вот по своей базе данных, но он сможет дойти все равно до высокого уровня игры в команде. Вот, например, Паша Сирень, да, тоже вот, игрок, которого я заскаутил. Он, когда я его смотрел, он был обычным, да, ну, чуть-чуть ниже среднего, но за счет вот своей хваткости, за счет своей вот такого профессионального характера, вот уверенности в себе и в том, что, ну, ему сказали, что вот тут вот так вот, и он такой, окей, все, он это не делает. И он вот вырос, он, я считаю, что он сейчас главный игрок в своей команде, и у него очень, но он и так полуфиналист мажора, и там, два раза на мажоре был, и он еще слово свое не сказал. У меня есть классный ролик, мы были на Шелотеве Эвордс, и мы записали такой ролик с Сиренью. Сирень пообещал, что если он не попадет в следующем году на номинацию опорник года, просто не попадет. Он дает мне тысячу долларов. Вот такие дела. Сборы есть. То есть он уверен в том, что он будет лучшим опорником, один из лучших опорников мира? Пашок, он очень крутой. У него получится? Я не сомневаюсь. Он очень, ну, ему вообще пофигу, кто у него в ТАБе. Там, Фейзы, Мауза, вообще все равно. Он заходит и просто вот, если он в форме, он все там просто разорвет. Вопрос, как бы, чтобы у него тиммейты были такие, что он понимает, что они делают. Тогда ему играть вообще комфортно. То есть со своей ролью я вообще в нем не сомневаюсь. За кем из молодых нужно следить прямо сейчас? Донг, Моноси, Овердрайв, Киосуки. Ты в целом, на самом деле, за многих за кем. Тот же Изи тоже крутой из таких неизвестных. Правда ли, что Сергей Хали оказался на своем месте благодаря тебе? Ну, я его направил. Он ушел из КСа. Он, кстати, был очень перспективным игроком. И он ушел из КСа. Там какие-то там работы были. В восемнадцатом году я ему отдал свой старый комп. И мы хотели просто в КС вместе играть. Там, может, какая-то команда была. Ну, чисто по фану. И как-то переросло к тому, что вот в Испаду, когда я создал, сначала я был тренер, потом я понял, что я вообще не справляюсь. И вот предложил руководству, чтобы Хали попробовал. И он как литой в это, во все вошел в этот процесс. И сейчас лучший тренер я вообще не могу представить. Он бывший про-игрок 1-6 из поздних. Кстати, он выиграл в команде с Фирсом. Фирс, он тоже сейчас один из лучших ЦИС-тренеров вообще. Да и в мире, я думаю, один из лучших тренеров. Твоя цитата. ЦИС это самая х**овая сцена, которую я видел в своей жизни. Главная фишка нашей сцены, ладно, ты говорил непредсказуемая. Главная фишка нашей сцены это большое количество талантов в совокупности с Ленею. Очень много молодых игроков, в которых был нейральный потенциал, но они пропали с радаров из-за отсутствия желания работать. Ты до сих пор так считаешь? Или твое мнение поменялось? Ну, я считаю, что очень много игроков не достигают того, что они могли бы достичь. Что им мешает? Да все что угодно. Ты попал не в ту компанию. Ну, ты сам знаешь дефолтный пример, когда мальчик из прилежной семьи, отличник, умный, попадает в компанию под пивасов и там в 26 лет не знаю, там, не дай бог, ну, со всеми вытекающими последствиями чем занимается и где. Это, ну, такие примеры есть. То же самое в КСе. Если прям не супер критичный пример, то человек просто выбирает не ту команду, его там подписывают на два года с нереальным байаутом и он просто сидит два года на месте. И когда заканчивает свой контракт, когда наконец-то его отпускают, он уже, по сути, никому не нужен. А за эти два года он бы мог развиваться там где-то с хорошим тренером и стать уже там классным игроком. Поэтому это все вот как в жизни там раз, поворот не туда и все, и до свидания. Не та дверь в КСе, что же есть. Давай поговорим про людей под названием скуфы. Считаешь ли ты себя скуфом? Ну, это просто сейчас типа модное слово. Сейчас мета этого слова. Это в целом. По описанию, наверное, подхожу. Но я особо не парюсь. Тебе не задевает, когда тебе пишут про скуфу? Я говорю, сейчас это типа модное слово. То есть оно не имеет даже смысла, когда это говорят. Это чисто вот там, не знаю, зашпар. Да, там было там модное слово. Там, не знаю, что. Ну, не секрет, что в последнее время, ну, это со всем уважением. Ты чуть-чуть в форме расширился. Расскажи, пожалуйста, про твои планы. Планируешь ли ты похудеть, вернуться к форме твоей былой? Знаешь, как просто, ну, во-первых, возраст, потому что до 35, до 33 даже пораньше, ты в целом там поел, вышел на улицу, прошелся, ты все сбросил. 35 плюс ты поел, ты можешь весь день там упахиваться, но ты только вот, ну, тяжело сбрасывать. А потом ты просто на пиццу посмотрел, у тебя все килограммы вернулись. То есть это вот уже тяжелее. Конечно, я хочу похудеть, потому что мне очень, не то, что не нравится, мне в целом, как то, что я там выгляжу таким пухляшом, мне в целом похеру. Сколько ты килограмм? Я сейчас, ну, у меня туда-сюда 112-115. Давай, 25 мая 2025 года. Сколько ты должен весить? Давай 25 мая 2025 года. ровно год, да. Давай 11. 100. 100? Да. Ну, у тебя рост 1,78, да? На миллион? Да. Так, а какой у меня смысл? Ну, ты хочешь 3 килограмма сбросить, в чем прикол вообще? Какие 3? Ну, 110, у тебя вода уйдет, минус 6-7, и все, у тебя останется 3 килограмма сбросить. Не, ну, посмотрим, мне в любом случае это для здоровья надо, потому что у меня, знаешь, там куча всяких, ну, раньше, когда тебе родители там говорят, да, все это не надо есть, это не то, ты думаешь, ну, че, кому там кукол нельзя пить, кому это рассказываете? А сейчас ты понимаешь, что действительно, как бы, все это, ну, столько урона организму приносит, и там куча всяких проблем и с лишним весом, ну, это вообще не круто, но, я очень люблю есть, причем нету какого-то, ну, определенного, то, что я люблю, мне нравится вообще все, там, и какая-нибудь пицца вкуснейшая, кстати, бургеры я не очень уважаю, но есть вкусные, там, рис с курочкой, котлетки с пюрешкой, суши. Ты прям загорелся во время обсуждения еды. Самый топ, наверное, когда я прям, ну, вообще ничего не могу сделать, это все, что связано с пастой. Да? Это просто пиздец. Давай, топ-3 паст. Да, наверное, да нет, в целом разные нравятся, ну, с мясом, ну, болоньеза классическая, только без лука. Лук, я вообще, вот, это не совершенно нет, это лук. Лук убираем, да. У нас есть болоньеза в клубе, тоже вот важно понимать, особенно вот родителям. У меня, как, почему я хейтер лука, вообще любого. Мы, когда в детский садик, меня отправили, в детском садике, ну, у нас еще такие советские были, эти, учительницы, там, прям, как это называется, вот эти, и там варили щи, и там плавал этот лук вареный, головка. Да, да, да. И они заставляли детей есть вареный лук. Типа это полезно? Ну, типа, я не знаю, как это может быть полезно, но, естественно, я рыгал этим луком через раз, и они меня еще ругали, что я не могу есть лук. Ну, конечно, у меня на всю жизнь, у меня полное отвращение к луку, просто, я вообще не понимаю, нахера этот овощ нужен? Хороший вопрос. Да, он портит вкус, он всегда оставляет, ну, типа, свой вот этот, такой вот золотистый, сладко, такой, тухловатый привкус, любому блюду, если ты его туда положишь. Еще запах сорта. Да, и запах еще, и, когда их, типа, говорят, ну, без лука не то, типа, суп уже не такой без лука, ты можешь блять, охуенный суп, зачем вы луком портите этот суп? Болонезу, первое место, второе. Второе, знаешь, мне с морепродуктами нравится, паста. Зачитаем, как с креветками просто? почему бы, маринара, там, может быть, все что угодно, миди, и креветки, и сглобстеры. А там, ну, маринара называется, по-моему, ну, не, просто паста с морепродуктами. Паста с морепродуктами есть. Давай третью. Карбонар, карбонар раньше вообще не рейтил. Да. Вот, а потом понял, что карбонар тоже вкусный. Ребята из ретейка, пожалуйста, опубликуйте пост с его топом. Алло. Через год, сколько ты будешь килограмм? 105 или что-то сказал, ну, это вообще ничего. Давай 90, ой, 95. Вот, хорошая, у тебя рост 178. Знаешь, сейчас вот ты пока это говоришь, я думаю, все-таки третья не карбонара. Нет. Нет. Пацаны, редактируйте посты, кто будет, что будет. Знаешь, какая-то самая охуенная паста, ну, это когда ты берешь спагетти дома, их варишь, причем, самое главное, аль денте. И сосиски. Не, не, потом прям маслица сливочного туда, соль, перец, сырку натер, сверху положил. А, 4 сыра, получается, мне нравится. Не, напишу 4 слова. Сырку натер, вот он расплавился, кетчупом полил и колбаску пожарил на сковородочке. И просто от того рот я ебал. Не, не надо не ебать. И просто это очень круто. Хорошо. Третье, это, напишу это длинное название. Я думаю, названия такой пасты нет. Так, сколько ты будешь килограмм через год? Давай, мужское слово. Давай, вот так. Давай 105, 105, это хотя бы адекватно. Потому что я скажу 100, это все равно пузо будет. ну будет получше. А сколько, сейчас 115, да? 115. Хорошо, ну, ладно, давай 102. Ну там плюс-минус. Все, 102, 102 через год, 25 мая. Давай, Барсимпл. Давай. Веришь ли ты в его камбэк? Смайк куда? Не, ну, в киберспорт. В киберспорт? Если честно, то нет. Ну, он, ну, в любом случае, он, легенда КСа, да, тут с этим, даже самый, там, последний хейтер, с этим глупо спорить. Он очень большой вклад внес в киберспорт по его демкам и просто потому, что, ну, ты вот подойди там на улице, ты будешь спрашивать, знаешь ли ты, что такое, кто такой симпл, и те будут отвечать, люди, которые от киберспорта, там, ну, максимально далеко. Ну, это что-то вроде Месси. Ну, да. Как будто никто не может повторить такой же успех по узнаваемости. да. Рональда нет в киберспорте. Ну, за его, он хорошо играет, но всем как-то. Ну, за его тебе все равно много кто-то тебе про ничего не скажет. Да. Не скажет. Но симпл, это все-таки реально легенда. и он вот это все сделал. Но поскольку он не, ну, мягко говоря, не самый умный человек в киберспорте, очень мягко говоря, он это просто все просрет. Все, что он своим трудом и своими результатами он добился, он из-за того, что он, я не знаю, там, с возрастом тупеет, что ли, я не знаю, как правильно объяснить, он это просто не может просрать. Он стал воспринимать критику, он стал там агриться на любую фигню, когда его начинают критиковать. То есть он оторван от реальности. И вот сейчас вот вышел его курс, это просто такое позорище, это такое днище, которое, ну, ты смотришь, а ты не веришь, что человек вот месяц назад рассказывал, что это там, как он это сказал-то, революция в киберспорте. Ты просто в это не веришь. Понятно, что вокруг него тоже там люди, которые просто на хлебнике сидят, что вот Саня пробашляет, тоже они вообще пофигу, как он будет выглядеть в свете вот этих курсов. Ну, а он, поскольку он перестал как будто соображать, он не понимает, что он просто летит на дно, и дальше вот все будет все хуже и хуже и хуже. Даже сейчас вот он там стримит, там опять у него там большие цифры, там все его ждут, но я более чем уверен, больше 50% его аудитории уже относятся к нему как клоуну, чтобы просто поржать. То есть они заходят на, ну, Бенни Хилл шоу. И, ну, с одной стороны, мне в целом, как тебе сказать, если жестко сказать, что я к нему, ну, мне на него пофигу. Он, знаешь, как вот ты в цирке придешь, там, на мартышку посмотреть, и ты с него угораешь, да, но тебе на него пофигу, на эту мартышку. Если жестко сказать. А если с человеческой точки зрения, я осознаю весь его импакт, и он действительно заслуженный. Действительно, он очень круто играл, и он понимает, как это все работает. И мне очень жалко, что он становится вот именно вот таким вот человеком, которым он становится. Я искренне ему желаю, чтобы он ну, как-то вообще переоценил вообще все, что происходит, и ну, стал правильно анализировать ситуацию вокруг. Просто популярность и вот эти все штуки, это сиюминутная величина. Абсолютно. Ты популярен, ты получаешь большие деньги, когда ты вот на хайпе, когда ты в моменте. Но вот всю жизнь с тобой будет идти какой-то человек. Если ты хороший человек, ты всегда хороший человек. А если ты популярен и зарабатываешь деньги, ты популярен и зарабатываешь деньги в какой-то определенный момент. Это может быть долгий момент, но все равно это непостоянная величина. Ему надо просто повзрослеть, ему надо ну, помудреть и ну, вылезти из вот этой ямы, которую он тебе сейчас роет. Хотя, может быть, он даже не понимает, что это яма, и может быть, даже я немножко слишком там перебегаю, что он себе там что-то роет, он в любом случае уже себе на всю жизнь себя обеспечил. Но все равно я считаю, что ну, он вообще не туда повернул, и с каждым годом все хуже и хуже становится. И если подытожить, камбэк, его камбэк с его нынешним состоянием и ощущением себя в киберспорте, никакого камбэка нормального не будет. Вот ты критикуешь симпла, называешь его Сашей Блиновским, смешно. Курс стоит 100 долларов. Но на сколько долларов ты бы его оценил сам? Он должен сам платить, чтобы это смотреть. Кстати, ты в курсе, сколько продаж? Не продаж, а сколько людей ждет настоящая продажная курса? Это симпл. Это... Не, ну ты знаешь количество? Ну, там миллионы вроде. 90 тысяч. Ну, миллионы там узнаваемости проекта, и 90 тысяч ждут. Ну, из них только, наверное, процентов 30 купят. Но тебе не кажется, что 100 долларов за год это прям... Это бренд. Да, это 100% бренд, конечно. Знаешь, понимаешь, если там Кока-Кола выпустит со вкусом говна напиток, его все равно купят, потому что это интересно, это бренд Кока-Кола. То есть вот то, что делает симпл, естественно, все побегут смотреть, что это. Но 100 долларов за год это же... Это немного, да. Но ты все равно считаешь, что символ должен за это платить? Ну, курсы, например, Джейми или курсы... Ну, не курсы, обучающие там стримы или там видео от Джейми или от Моноси... Или от Фоллона? Ну, Фоллона... Не, ну я из наших беру. Фоллона, я даже не знаю, кто это. Ну, кто это, я слышал, но за это они меня особо смотрят. Вот. И про наших, да, про Моноси и про Джейми. Эти курсы полезнее раз в тысячу для молодых игроков, чем вот эти курсы Симпла. Ну, собралась команда CloudMine, все было здорово, дорого-богато, и у них ничего не получилось. Сначала ушел один, потом второй, потом за ними еще двое ушли. В чем загвоздок? Почему у них не получилось? Проблема у всех этих команд менеджмент. Там Cloud9, Liquid, Nip, Fnatic, просто слабый менеджмент. Когда я брал интервью у Карлса, у создателя, G2, он публично критиковал Фейс. Боже, эти Фейс-кланы, это фу... Это много клонок, боже. Они основатели фу... Клонов. Эти банки, Темпер, все фу... за его менеджмент, за его глупость и так далее. Фейс? Да. Расскажи, пожалуйста, на своем опыте, какой менеджмент ты бы назвал не особо компетентным? Я вот, считаю, назвал. Liquid... Не особо компетентным? Да, Liquid, Nip, Fnatic, Cloud9... OG, наверное? OG? OG, мне кажется, там просто их сильно порезали с финансами, и они не смогли держать то, что они это. Фури я тоже не ценю, как менеджер. Из-за того, что они ставку делают на медийность? Ну, нет, вот эти все пафосные подписания, там... Ну, это ставка на медийность? Ну, да. Ну, это еще кое-как оправдано, потому что, в любом случае, они всегда попадают на мажор. Ну, вот, наверное, вот эти... Virtus Pro я не особо ценю менеджмент. Тебе не понравился пик электроника? Ну, там, да, электроника, там куча моментов, которые... Ты про Норберта туда-сюда? Ну, обратный пик Норберта, их бедная VP Pro диджи, эта академия, где там люди, ну, просто непонятно, зачем это держать. Вот. Пик электроника, ну, тоже он, я прям... Все так ахнули, но на самом деле глобально это ничего не поменяет. когда можно взять, ну, я даже говорил, миллион... Ну, там, молодого игрока, если у тебя действительно хорошая академка, который будет давать импакт поклеящей электронике там через полгода. Не потому, что электроник плохой, потому что электроник, ну, как бы он по-своему хорош, но при этом у него есть свое видение, он должен, так сказать, совпасть с другими тиммейтами. Это все должно... Ну, это такая сложная система. Молодой игрок, если он жестко играет, ты его просто берешь в состав, он с открытым ртом смотрит на твоих звездных тиммейтов, делает все, что вы скажете, и из КСа просто не выходит. И он будет убивать и будет давать импакт больше, чем все там составы вместе взятые. Вообще, уже ушла эпоха вот этих суперзвездных игроков. Я понимаю, когда ты делаешь вот один на улучшение такую замену, чтобы войти в Тир-1, тебе нужен какой-то суперигрок, и ты его там пикаешь. Например, Широ на Артфроста. Широ – это один из лучших снайперов в КСе. Ну, ладно, он там в КС-2 он чуть не такой стал жесткий, как в КС-Гол, но все равно уровень очень высокий. Он добавил вот этот Тир-1 вот Тир-1 вот этой специфики, спиритом, а Артфроста еще было непонятно, то есть он, как он дорастет, через сколько это время потребуется. Хотя Артфроста тоже очень жесткий и тоже с нереальными перспективами. То есть вот какой-то вот такой один на улучшение – это окей. А когда вот эти пики Cloud9 там всего состава Na'Vi – это все никуда. потому что вот они взяли этих всех игроков и то, что это потом все развалилось, это значит менеджмент не понимали, кого берут, либо менеджмент не смогли законтролировать, удержать. То есть вот когда такие команды разваливаются, это в первую очередь провал менеджмент, а не там игроков, что кто-то с кем-то там не совпал или кто-то стал плохо играть. Вот я вот за этим всегда ну как бы я об этом обращаю внимание. И опять же это не значит, что я прав, это просто мое вот мнение, лично мое. Вот ты привел в пример Шира и Артфроста такой вопрос, Чешир тебе просто может быть там написал, что ты думаешь насчет вот этого пика? Он с тобой советуется? По каким вопросам он советуется с тобой? Ну, он может, не, ну в тех вопросах, где у нас пересекаются поле деятельности, он может спросить. Но пик ну снайпера в мейн команду это полностью он ну как бы он должен советоваться и обсуждать это с теми, кто ответственен за результат в мейн команде. Это Халли в первую очередь и то есть я-то тут мы можем с Серегой просто сами между собой там пообщаться, кого круто, кого не круто по-дружески, но поскольку правильное понимание как должно все быть выстроено и он берет тренера там ставит команду и тренер ответственный за результат. Если тренер говорит я хочу чтобы у меня вот такой состав был, то тут задача менеджмента сделать так, чтобы приближенно был состав как хочет тренер и если вдруг этот состав не работает тогда в первую очередь ну как бы говорят до свидания тренеру потому что он попросил ему дали а ничего нету поэтому тут как бы это не моя поле работы поэтому я тут ничего не могу посоветовать. То есть ты узнал про Троста и Шира получается в день когда забили уже пожали руки не раньше? Ну ты серьезно думаешь я как инсайдер узнал в день когда они пожали руки? Нет. Вопрос заключается в том что советуется ли руководство Спирит с какими-то такими крупными решениями с тобой? Ну я тебе скажу что только там где я имею какую-то ответственность Все хорошо. Ты шикарно раскрыл Virtus.pro почему они с плохим менеджментом ты их шикарно раскрыл Cloud9 но ты назвал еще Furio Liquid в чем применились Liquid? В целом скажу что это лично мое мнение то есть я не представляю кого-то лично я вот так со стороны как такой наблюдаю наблюдатель такой странник я это вот так вот вижу возможно если меня там привезут там в лес я не очень боюсь в этот в офис Virtus.pro и мне SEO расскажет ну смотри вот это мы вот это сделали тут вот так вот здесь такие показатели я скажу окей типа я неправ был мне например мне очень нравится когда я ошибаюсь и говорить сори я был неправ мой косяк мне почему-то это нравится признавать что я неправ и там извиниться перед кем-то например там с тем же Декстером там был момент когда я его в медике немножко так пылесосил чуть-чуть ну как-то были неприятные моменты вот и потом мы с ним встретились на Лане в Москве я инициатором разговора ну в первую очередь что мы сделали это извинились перед друг другом за некоторые ну слова которые не должны были высказываться и точно так же вот если я сейчас например считаю что там менеджер ВП плохой менеджмент потому что так 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 если мне там кто-то из ВП объяснит что нет смотри чувак вот это вот так вот это вот здесь вот так а тут ты вот не знал что на самом деле вот этот игрок вот так вот сделал я такой а сори я этого не знал и даже там запишу пост скажу что я оказывается вот так вот все было поэтому сори я был неправ для меня это я даже люблю это так делать потому что это пример для других что это не зашкварно извиниться и сказать что есть ну на самом деле я был неправ а не ты плохой окей а ликвид в итоге к чему променю ну ликвид ну там какие-то хаотичные пики непонятно чего удерживание третьей на третьем сроке и киндера который ну не то что тень из себя самого а он просто ну руинит игры плюс я там чуть-чуть внутрянку там знаю что там как у кого происходит и ну блин ну это вообще никуда вот этот скайвокер ой это рейдвокер скайвокер он уже ну скайвокер сильнее рейдвокера если что потом этот скулз который сейчас играет из молодежки да ну я не знаю откуда ну вот это все просто смех вот этот гадина бедолагу и после этой ситуации пригнали в состав сейчас его оттуда типа убирают ну это прям это просто люди которые вообще ничего не шарят о егэ еще менеджмент это просто днище а господи я забыл про их существование егэ это прям ну вот надо прям в рамку и вот если вы как нельзя то есть вот ниже точно не посту никто не постучится давай поговорим немного о тех игроках которые сейчас прыгают туда-сюда в организациях начнем с Шира он ушел из Cloud9 Spirit как бы ты это сделал почему он это решил сделать может быть его может быть ты знакомишь с его характером я не знаю он очень хочет выигрывать он живет Counter-Strike он просто понимал что начинается какая-то непонятная история где невозможно добиться какого-то результата то есть он прочувствовал раньше всех да и он правильно сделал дальше за ним ушел Electronic я думаю что Electronic просто он как бы первый ушел а так там все распадалось и так когда у тебя команда играет без снайпера и ничего не может сделать понятно что внутри не самое веселое настроение Хоббит где ты его видишь может быть ты знаешь я не хочу инсайд просто скажи где ты бы его хотел увидеть тут знаешь вот опять там ты говоришь там Ахоббит а вот там Макс или вот это а я говорю что хватит все время держаться за памятниками этих звездных игроков да за памятник но они же все равно стреляют но они неплохо я бы Хоббита с удовольствием бы увидел в какой-нибудь команде уровня условно где он и 4 молодых вот я бы его с удовольствием бы увидел и который делает вот путь от академки до какой-то а он не подходит в OneWin в OneWin OneWin может быть да как вариант окей Перфект где он должен играть ну Перфект у него такая роль и в целом я в него верю что он может где-то там попробовать даже в Тир-1 прийти на роль опорника тут понимаешь все зависит от его характера я Илюху ну неплохо знаю он работяга он хочет выигрывать но опять же нужно понимать я не знаю я с ним не работал в команде я не знаю какое у него эго просто если он готов подстраиваться под команду готов делать так как ему говорят и строго вот в контексте этого работать то Перфект можно куда угодно брать он усилит команду а в G2 нормально смотрится в G2 там любой быц хочу стараться будем нормально смотреться Gun5 о готовишься расскажи пожалуйста как ты попал в этот проект Gun5 ну все просто Слава Бустер ну меня знал чем я занимаюсь чего как и в какой-то момент со мной связался и сказал что вот он при поддержке спонсоров хочет создать спортивный проект и хочет меня позвать чтобы я поспортил в этом и все я для меня я люблю такие проекты это интересно у тебя какая сейчас роль в Gun5 я как такой консультант помощник какой-то конкретной роли именно в структуре нету но я принимаю там решение направляю руководство на принятие решений как бы ты оценивал свой первый состав Gun5 ну я не считаю провальным я считаю что было две главных ошибки первая это мы долго снайперы не могли найти и это даже не то что ошибка это как бы факт что их и снайперов нету и второй момент у нас очень мало было официалок и из-за этого ну было когда у тебя нету официалок когда все твои официалки это проход через открытые квалы и первая игра на ХЛТВ против команды из топ-40 естественно ты каждую там проигрываешь даже если борешься и команды там уже теряется уверенность друг в друге и все потихонечку разваливается если бы у нас были там всякие инвайты на всякие ККТ и так далее там тир-3 турниры я думаю что дела были бы лучше то есть тот состав Gun5 в целом даже топ-8 смог спокойно держать это фри-агенты и более того это команда собрана из фри-агентов на нее было потрачено потратено игроков ноль рублей и они там 23-й год закончили в топ-100 то есть в целом из из ничего команда топ-100 я считаю ну это конечно не на 5 но там 3 с плюсом первому составу я бы себе поставил какие у тебя условия Gun5 Gun5 ну смотри у меня вот там куча всяких слухов про то что я там лутаю бабки это на самом деле мне этот проект больше всего заинтересовал потому что мне нравятся такие проекты мне бабки что мне нравятся такие проекты то есть это крутой бэкграунд если я сделаю крутой проект то дальше меня могут звать там сразу три организации и во вторых просто мне Слава очень приятен как человек он не как там большинство стримеров которые просто вот плывут по течению и все как бы круто а он ну просто он не может стоять на месте ну да он не может стоять на месте то есть он практически все что он зарабатывает он вкладывает в новые проекты там клубы там какие-то напитки девайсы команды это очень круто с напитками ты что спутал а с остальным напитки нету напитки уют вину но кстати он может быть он начнет и напитки делать там презервативы там все да потом бустер бустер с ребрышками но это критик тобой не знаю знаю сейчас сам зашел в эту ситуацию пошел там где нет ни профи это короче круто и поэтому захотел помочь ему в этом и и вся фишка это в том что у меня официальная зарплата в бустер было 75 тысяч просто вот типа как такой консультант помощник не было за по 75 тысяч в течение там ну вот до момента как вот сейчас вот поменялся состав потому что в любом случае все эти трансферы это лишний трат по бюджету все такими не одним как там разные думают вот и тут я совершенно спокойно сейчас без денег помогаю также работаю с такой же мотивации потому что в проекте бустер у меня денежной мотивации вообще никакой нету я лучше его доведу этот проект до ума помогу пацаны выйдут на мажор и тут я приду ну хотя бы пять процентов стикеры будьте добры и это будет адекватно а все будут пытаться там какую-то зарплату то есть ты делаешь это совершенно бесплатно можешь сказать ну да ну у меня есть вот там я как самозанятый получал мне вот приходила 75000 сейчас сейчас ничего сейчас ничего сложно в это поверить алексей я не это чистая правда то есть алексей вас позвали после сбора состава ганфф в другие организации все ну все укомплектованы но в целом я не планирую ходить из перед но иногда ко мне запросы приходят и если вдруг что-то произойдет нереальное что там поссоришься спирит и там мы как-то разойдемся то ну есть там ну я быстро найду организацию я этого не хочу я полностью удовлетворен и мне нравится спирит лучше спирит вообще нет организации это эти так просто говорю вчера даже кибершок вот вот зачем было сейчас записываю и чтоб те мотивации было а мне нравится мой став да да мне очень проект проект сам мне мне тоже нравится проект мнение какой проект сайт некий новый сайт команда же мне нравится и более шучу дня как команда проект это интересно скажи что то это я это непонятно и очень за это круто но честно и когда я заходил у меня была мысль зайти с молодежкой и как будто я ошибся как будто надо было с молодежка зайти и подойти мой прошлый состав по возрасту выглядел как молодежку на самом деле то есть если я бы зашел бы как молодежкой не говорил бы то что мы выходим на мажор завтра было бы гораздо проще потому что это лишнее напряжение стоимость ошибки и так далее это все очень неприятно то есть у меня ни один проект не получился с первого раза себе шок сайт он с третьего раза открылся это не это круто то есть я смотрю за всеми проектами как ты развиваешься это тоже вот ты вот грубо говоря вот как вот слова booster тебе не прикольно что у тебя вот что-то есть и как бы она там капает денежкой все это просто все закончится да ты вот постараешься многопланово развиваться да это очень круто я вот как бы за это и как бы уважаю кто в таком же формате работает а команда но это я говорю что это тяжело 99 процентов киберспорта организации они убыточные ходят слухи что арабские шейхи решили собрать мега звездный состав где будет играть символ насколько ты веришь в эту историю когда вот соберутся про звездный снабы почему не верит соберут соберут меня честно говоря не очень много прям супер этих эмоций на эту тему если они придут и скажет дорогие спирит хотим забрать долг за любую сумму какая сумма должна быть за какую за которую он должен пойти туда дом просто не пойдет ну сколько он стоит сколько он сейчас но это чисто мое мнение что-то что-то у него дернуло за голове я думаю далеко за миллион далеко так же но далеко это и пять миллионов да то есть это много очень я думаю что этот дом я самый дорогой игрок в каэсе прямо сейчас вон ну ему это нахер не нужно ему нужна та структура которая есть спирит никакая там супер там богатой организации такую структуру прямо здесь и прямо сейчас не сможет построить это правда про клоунайн и смоносе выводил хоть когда-то близок или даже хоть обсуждать думаю что обсуждались точно все всегда все обсуждают то есть можно даже там не писать инсайды или что-то но все все обсуждают даже если в команде пять стопудовых игроков а равно обсуждаются а если а если поэтому я не сомневаюсь что моносе все команды стир один в 200 10 обсуждал моносе но это ничего не значит это очень часто уже упоминалось это старая история акума вот у тебя были какие-то доказательства ты делал пост которые вот полностью бы их закрыли но почему-то по какой-то причине ты их не публиковал напомню почему это было публиковать самом деле вот тот момент он не совсем я вообще не помню что там было но у тебя был какой-то пруф на акуму стопроцентно ну что значит стопроцентный пруф для меня стопроцентный пруф это то что мы видели в демках для меня это просто нет других вариантов но у тебя был пост что у тебя есть стопроцентное доказательство которое скоро опубликую там было немножко не так это было мне сказали что пришлют какие-то переписки и там просто уничтожается акума и не перестали вот их не ну там что-то прислали что-то не прислали но все что было все это было в интернете но по факту именно вот как вот там для самых дотошных там не не доказал значит они чистые такого наверное нет не найти но сейчас столько команд играют с радарами из 322 который никак нельзя доказать поэтому я уже забил на все эти там попытки чего-то с кем-то спорить я спросил у руфаера вопросы готов давай он упрекнул тебя за gun five состав который ты его собрал он называет это сканом ну его мнение ну он как бы тоже не так не хочу доказывать бомжу что он бомж если он живет на улице у него нету дома он ночует в коробке смысл подходить ему и доказывать что чувак ты бомж нет я не бомж true fire унесет полную чушь смысл ему доказывать что типа нет посмотри вот тут так вот здесь вот так вот он уже почти год маринует бустера челы без снайпера всю жизнь играют за зато этим спирит академия моментально нашелся снайпер но спирит академии и конфет разные проекты спирит академии это молодые и нн игроки без опыта которые это код в мешке то есть понятно там если условный киосуки это может быть хорошо будет а кто-то другой это может быть там через три месяца замена а из графа и где нужны игроки которые дадут результат просто складывается ощущение что у тебя есть три состава и игроки которые не два состава игроки которые не особо вау они заходят в ганфайф те которые перспективные они заходят тим спирит академии нету связи спирит академии это поиск молодых игроков молодых у них нету они вот с фасика вот просто взял и поставил команду и это большой риск потому что он может не стрельнуть а в ганфайф нужна команда которая будет давать результат который будет играть на халтв поэтому там берется финиган как капитан куда там финиган спирит академии нет конечно да он он больше про снайпера писал про снайпера почему в тим спирит появился снайпер ну смотри когда появился ганфайф тим спирит снайпером был киган это бывший снайпер на силе он слабый он уровня там этих зон иксов из-за люксов как бы в тот момент спирит академии тоже был слабый снайпер сейчас который снайпер спирит академии появился сейчас аль карен этот молодой снайпер там который перспективный но ганфайф сейчас очень сильный снайпер изи поэтому не ну я не знаю он скорее всего завидует тому что я делаю и количество там моих всяких вот этих рабочих моментах и поэтому старается все время там делать вид что какой я как я не шарю хотя он ну про его составе вообще не хочу ничего говорить кое-как можно там ему там дать респект за этого авика который целом неплох но опять же пока может быть он не вырастет на выше того уровня во все остальные игроки у командиру fire это просто прикол вот как раз он скамит ну вот кто там сеу вот этой команды видор карина да ну вот он как раз камет и видимо вот она не совсем хорошо разбирается в кс и это не понимает пока ну когда вот два года вот как было с вп продиджи и когда как было с командой бакс и эти так скажу аруфайре там было ноль хороших отзывов вот от его прошлых работодателей когда пройдет время и сел видор тоже поймет что какая-то херня тогда меньше даже говорить надо но ребята были четыре ну они туда попали за победу на в одном матче но в целом ты считаешь то что это провал их команда каш провал что что ты назвал сейчас команду видор провалом хотя у ганфаев топ-100 и это ты не считаешь провалом видор за одну группу пали 84 это как-то странно считать ганфаев тот состав выиграл один цветный тур турнир от хардплея где играли все вот эти тир-3 команды в пп продиджи и так далее но нет ощущения что мы все втроем держи держались все это время на одном уровне все в говне плюс-минус да плюс-минус да за что ты респектуешь рифаеру в чем он реально хорош свои вот сразу типа рифаер рифаер для меня не конкурент я давно его перерос я его не воспринимаю как человеком который там какое-то мнение серьезное имеет что вот если он так как-то скажет что я-то буду переживать он для конкурент я не обращаю внимание но при этом у него есть много действительно хороших моментов когда он из говна и палок когда он еще играл он делал команды которые давали результат это он да там не прям что вау да но были хорошие проекты за счет которого он все-таки находит каких-то вот силу и там инвесторов которые дают ему новый состав понятное дело что винрейт вот этих проект все ниже 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 но они были тут я всегда это говорил сколько процентов от на сайтов тебе скидут организация либо игроки сами ты не пишешь никого тебе просто пишут ну иногда бывает такая штука когда организации выгодно чтобы вышел inside чтобы например начались переговоры по этому игроку а вот это очень классно скажем последний пример или ты не можешь наверно не может давайте сейчас задам много вопросов надо отвечать как можно скорее как можно быстро они такие короткие да или нет сколько процентов от инсайдов ты публикуешь 60 процентов а чаще 40 процентов почему не публикуешь ну то что либо нельзя просят не говорить либо их можно либо их нельзя тут нету предлагали ли тебе деньги за то что ты промолчишь о какой-то теме нет хотел бы странная плата если крупный музыкальный лэбел предложить и контракт где ты можешь создать свою группу делать любую музыку согласишься конечно чё я теряю назови трех людей которые сильнее всего повлияли на твою карьеру киберспортивную именно твоя карьера папа мама жена а ладно из киберспорт с киберспорта с киберспорта кто повлиял дося наверное чешир сил спирит чешир а в третье холли холли кто из игроков больше всех заслуживает выиграть мажор но он пока еще не выиграл донг чоппер magic зонтик шира интересный состав как относишься к спортивным психологам для команд это хорошо но псих психолог у меня такое вот ощущение что психолог борьба тебе до 90 процента психологов это чисто вот все хорошо все хорошо ну это просто мы с тобой так можем тоже пойти больше факта дать и найти психолога вот который но желательно спортивного нужно который именно вот тебе поможет твоей команды это очень сложно и не очень нравится саж да не саняков в порядке полном считаешь ли ты что сегодняшние проигроки слишком разбалованы это вопрос как с ними работает организация если она позволяет им быть разбалованными они будут разбалованными если организация сразу их в какие-то рамки помещают но именно дисциплинированные рабочие они привыкают к этому и становятся очень адекватными и правильными с пониманием как нужно кто лучше тренер зоне глиблейт обувь хорошая с кем из игроков кс ты бы хотел бы оказаться на необитаемом острове ну не дай бог лучше с какой-нибудь собакой не на самом деле очень много классных ребят там киберспортсменов которые в жизни очень крутые люди ну я честно говоришь и даже не очень интересно думать с кем бы хотелось оказаться много разных хороших интересных добрых людей зачем с ними оказываться на необитаемом острове симпл кстати вот если честно мне бы интересно вот симплом вот оказаться в той обстановке где он не сможет задолжить со мной разговора и вот все вот обсудить вот просто пройтись по всем моментам высказаться друг другу и вот найти вот именно какую-то вот решение это было бы прикольно думаю рано или поздно там может быть не сейчас может там через там пять десять двадцать лет когда-нибудь это произойдет так что я такой человек что даже если я с кем-то супер там враг при том что симплом целом нам друг на друга пофигу мы иногда так друг на друга попердываем и но в любом случае даже если я с кем-то прям супер там на бифах я если с кем с ним когда-то встречаюсь и обсуждаю и мы договариваемся то я совершенно спокойно могу забыть все что было до этого и не мог носиться по-новому спасибо